фактически меня готовили всегда и тост моей бабушки за то что типа вот наш наследник наша опора он был ну тысячи раз 9 января на первой планерке утренней 8 30 утра генеральный менеджер говорит доброе утро так миша встань теперь миша ваш руководитель ваш сын говорит я хочу автомобили собирать я вас уверяю ему было бы очень полезно пройти через индустрию гостеприимства и потом идти собирать автомобили поверьте автомобили будут только лучше к так если бы я не был там тем кем я являюсь то есть активным мне было все интересно жадно я люблю деньги в целом я не сразу это понял во первых что мой труд низко оплачивается семейной бизнесе про деньги не говорят никогда поссорился развелся неважно пока мы эти вопросы не решим как можно решать вопросы с гостями у осинки не родятся апельсинки слушай ну вот я не сильно моложе твоего отца в этом смысле я мог быть твоим отцом привет дорогие друзья мы находимся в городе новосибирске за моей спиной лучший отель этого города по мнению гостей мир отель и сегодняшнем выпуске мы будем говорить об уникальной истории успеха наследию и мечтах которые переплелись в одной семье стоящей за этим прекрасным зданием вот рядом со мной михаил путь которого бизнесе это не только следование семейным традициям но и воплощение собственного взгляда на будущее гостеприимства и городского пространства и сегодня мы с михаилом договорились поговорить о том как традиции и инновации могут идти рука об руку как мечта о собственном городе может стать реальностью и как какие ценности лежат в основе всего этого ты готов конечно погнали Субтитры подогнал «Симон» 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 вот соответственно так появился отель как раз мои родители они расстались в тринадцать пятнадцатом году начали расставаться поэтому мама уже здесь не участвует и мы отец начал устроить я пришел сюда в шестнадцатом году краска он открылся на техническом открытии как раз окончил университет на четвертом курсе был меня позвали очень забавно отец позвонил изучал так тут фигня приезжай и соответственно я приехал вы слушать отель уже работает сайта нет короче надо сайт запустить поздно об этом вспомнили начали что делать в маркетинг тогда у нас семейный бизнес никто не отвечал и соответственно позвал отец меня говорит надо сделать я закончил сессию приехал с команды начали быстро выстраивать я в детстве занимался штаммель кодирование всем прочим поэтому что такое сайт не было знакомо начал заниматься сайтом как раз компания трава небезызвестной познакомился как раз там с хешмековым еще если мы начали делать сайт это буквально за две недели он уже был в предрелизной версии пост надо было доделать я начал этим заниматься после этого погружаясь в этот вопрос я очень много погрузился в документы связаны с позиционированием брендбук и так далее была компания которая помогала нам разработать бренд мир отеля так как это наш бренд независимый там было очень много документов и к сожалению там одну часть договора они не смогли выполнить и нам нужно было составить некоторый такой документ разрыва с ними что они сделали что не сделали и у нас команде никто не мог это сделать нормально и генеральный менеджер у нас был экспат из болгарии владимир ников мой будущий наставник он соответственно позвонил мне и говорит миша ты сайтом занимался приедь короче там галочки расставь я приехал он растрали растрали галочки раздел 20 минут сумме было все понятно и все знают ноутбук открыл что-то посмотрел все проставил он звонит тут же отцу и говорит все миша завтрашнего дня короче у меня работает и так я стал даже меня дед взял на работу это взял мне генеральный менеджер помощник отделя менеджера по маркетингу но сих пор и начал работать в отеле если там чуть сбегая два года я был линейным сотрудником на всех должностях работал год был коммерческим директором потом два года джеймил последние два спина года уже вне штата мир отель занимаюсь новыми проектами стройка и всем прочим отвечая на прочим еще занимаюсь это наши новые проекты которые мы запускаем с девелоперской стороны продолжаю как представитель собственников общаться с командой на тему там результатов ну то есть все по финн планируйтесь трагические опросы отель мир отель появился здесь чуть больше семи лет назад техническое открытие было 1 декабря 2016 года официально 31 января 17 объект был построен нами с нуля соответственно сами строили под изначально коммерческое здание потом перестраивали планировали очень появился то что мы увидим отель сейчас 4 звезды 111 миров до ухода букинга из россии занимал первое место в новосибирске с рейтингом 9 и 5 сейчас мы лучший отель по рейтингу 2гис и tripadvisor соответственно стараемся выстраиваться в рамках сервиса чистоты у нас очень высокие оценки в этом ключе идея мир отель основная была это создать очень важный комплекс для левого берега новосибирска потому что новосибирск в этом смысле немного разрознен у нас очень много отелей хороших на правом берегу и не так много хороших на левом было ну и там может может быть и не было именно человеком устроить проектировать придумывать разные концепции у нас очень много разных ресторанных линей потому что она берегу есть вопросы с ресторанами краса из интересных решений это открытие городского ресторана при отеле и у нас их несколько у нас 4 ресторана работают и кофейня все новосибирские бренды включая нас и соответственно вот родилась такая девелоперская концепция если игры про мир отель то в название мир отеля за зашитой некоторых четыре смысла мир как world туристы со всем мира приезжая в наш отель мир как дипломатический мир птица голубь наш логотип на это символ спокойствие все наши цвета не как раз про это бело-серо-голубой и отель как часть индустрии что мы представляем и мир мы еще это говорим чудесный сервис которым оказывается у miracle вот эти смысл мы закладывали основная задача была чтобы люди приезжали они получали высокого качества сервиса так как мы изначально не отельеры мы да там где-то что-то учили где-то чувствовали но мы не за той индустрии первые команда включаем его отца да кто-то основатель идей его партнеров кто стал инвесторами проекта мы это все когда запускали мы не отельеры что расскажу просто мы выписали 86 пунктов то что нам было бы важно и интересно учесть и соответственно и просто реализовали это собственно стало залогом то это некоторые замороченности которая привела нас до куда мы как вообще вот возникла идея или как сложились обстоятельства что отель появился ну обстоятельства сложились как это есть несколько даже легенд на эту тему фактически как как работают об делописки бизнес в этом смысле есть земля и можно купить на земле можно что-то построить мы купили этот земельный участок в тринадцатом году соответственно до санкции до всего прочего до роста курса валют когда мы купили начали проектировать объект начали здесь мог быть и торговый центр с некоторыми бизнес-площадями хотели ресторан здесь сделать хороший видовой и папа отель пока разговора не было потом когда рост курса был валют каждый раз менялась немножко концепции бизнес-модель из-за этого мы адаптировались то есть было там три или четыре раза сменена бизнес-модель в этот момент мы уже когда был пятнадцатый год мы хотели открыть отель три звезды комплектовались полностью под это и потом когда уже были близки к закупу там ключевое оборудование мы поняли что между 34 звезды в себестоимости разница маленькая и делали этот шаг соответственно для до комплектации и улучшения объекта это позволило повысить его качество почему понимали что когда мы строились и открылись уже открылся там соныш конкурента отель горский тоже на левом берегу находится соответственно понимали что нужно некоторую стройку делать и быть не с ними в одном сегменте чуть выше с точки зрения инфраструктуры и сервиса вот и тем самым подняли звездность и запустили объекты именно в том виде в котором сейчас есть насколько уверенно себя чувствуете в рынке сегодня и кто гости отеля офисом вся в рынке уверена в прошлом году ну да спасибо росту внутреннего туризма новосибирск питал на себя это максимально и в прошлом году у нас с помощью hotel вазер обмениваемся данными с другими отельерами вот нас было такое достижение мы четыре раза в прошлом году заняли первое место по загрузке в новосибирске в целом среди тех кто обменивается но это все ключевые отели это для нас очень большая заслуга потому что несколько лет назад спроси меня можно либо гнать правый берег по загрузке где все основные там зоны притяжения зоопарк театр опи-балета весь бизнес почти там я бы сказал что это невозможно но в прошлом году четыре раза это сделали почувствуем себя уверенно поводу гостя что произошло у нас когда была пандемия мы изначально были бизнес-отель классические четыре звезды командировочные все две трети гостей были командировочные в пандемию благодаря вот там проекту блогерского пресс-тура у нас произошла некоторая смена позиционирования мы стали сильнее нагружать выходные дни очень много людей стало приезжать именно там из томска с кемерово-навокузнецка барнаула на выходные и тем самым у нас стало очень много индивидуальных гостей и мы начали под это адаптироваться потихоньку немножко менять сервис подход к людям потому что ну все поменялся в гости поменялся у нас этого хорошо вырос тариф и у нас теперь наоборот у нас две трети индивидуального гостя и 1 3 командировочных это как раз пришла полностью смена некоторые наши позиционировали бизнес отеля до сейчас мы называемся как инновационный отель мы как раз сейчас в поиске новых смыслов и там очередного репозиционирования уже там третий раз за 7 лет а какая команда отеля если мы говорим чисто в отельном блоке то есть у нас структура в этом смысле интерес у нас ресторан отдельно управляющая компания отдельно инженерно отдельно и так далее сам мир отель это 50 человек вот соответственно в чем если добавить инженерную службу еще около 10 и управляющая компания она на несколько объектов так как у нас основе бизнес-девелоперский у нас есть еще направление по управлению другими объектами недвижимости там еще 15 вот это там 75 человек они в основном занимаются скажем так в деятельностью вокруг мир отеля ну и плюс отдельно еще наши рестораны а в чем инновационность отеля ну тут надо сказать что мы слово инновационно придумали в двадцатом году то есть оно тогда было уместно во первых мы хотели улучшить подход к технологичности то есть у нас нет управления умными номерами как это было у нас было много разных оцифрованных процессов допустим вот у нас есть дурхендеры на входе в номер можно показать что там нужно уборка или там dnd или еще у нас есть отдельная штука которая очень редко в отелях это то что гость находится в номере там горит наш логотип был несколько таких прикольных микроавтоматизации плюс мы были один из первых отелей кто внедрили каркады еще там до пандемии госуслуг или в целом было очень много таких прикольных теоретических процессов там сейчас он пиртом алиса стоит в номерах у люкс и премиум категорий собственно и вы как бы шли к этому пути час адекватно понимая сколько за последние два года там три открылась цифровой там отель из концепции умный дом мы понимаем что мы отстаем от этой истории поэтому собственно ищем новое решение вот но собственно наши основные столпы это высокий уровень сервиса так как у нас высокие рейтинги мы очень хорошо работаем с персоналом и персонал хорошо бы с гостями за этого вот у нас очень много разных 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 ресторанов это гастрономия то есть очень много разных концепций это паназиатский кавказский ресторан пивной ресторан кофейня и это позволяет вот нам несколько нас отстроиться от остальных вот поэтому сейчас ищем новое решение какие какие ценности ваша семья вложила в михаила которые вы считаете ну ключевыми что ли для успеха в бизнесе знаете ну наверное ответственность умение понимать и чувствовать людей это очень важно как и клиентам и сотрудникам потому что у нас в новосибирске есть один коллега отельер который нас периодически с зверями называет потому что у нас есть люди которые абсолютно преданы прекрасно работают и получают зарплату ниже чем у него вот и он не может понять ну просто вот искренне человек не может понять как так может быть я плачу условно 100 рублей вы платите 80 человека от вас приманить невозможно как же так на самом деле у нас в коллективе реализован очень хороший социальный продукт у нас любой сотрудник абсолютно любой он знает что он по цепочкам может добраться вплоть до меня прийти со своей проблемой и абсолютно точно я его не брошу буду заниматься решать там не знаю детский сад школа врачи больницы какие-то семейные неурядицы или еще что то то есть на самом деле или там помочь юриста найти адвоката все что угодно на самом деле у нас сотрудники знают что их никто никогда не бросит скажите пожалуйста какие уроки на ваш взгляд вы извлекли вот из своего опыта передачи управления следующему поколению и что могли бы посоветовать здесь другим родителям которые находятся вот вашей же ситуации такой же ситуации ну наверно так два ключевых момента которые должен делать любой родитель на вот первый момент чрезвычайно важный надо чтобы ребенок был в тебе уверен то есть ты должен давать понять что ты всегда на стороне ребенка чтобы не произошло как я буду стоять и подавать патроны и это очень важно потому что именно это формирует доверие со стороны ребенка к своим родителям а вторая история это надо не упускать а именно проводить время с ребенком в его важные моменты жизни это может быть все что угодно не знаю там первое выступление на утреннике в детском саду в дурацком костюме вот ты должен сидеть и как сумасшедший хлопать и снимать это на видео или не знаю ребенок первый раз одел коньки вот и должен в этот момент рядом с ним находиться я даже не знаю как лучше сказать но видите как бы самое дорогое это когда человеку бегут навстречу в дети и внуки а у него в руках ничего нет то есть это искренние чувства а искренние чувства они на самом деле появляются только от одного отношения двух вещей от общения и от доверия и с этим ничего не сделаешь алексей геннадий правильно понимаю что вот это вот вот эти факторы которых говорите отношения и доверия вы проецируете и на бизнес и на моменты собственно конечно по интеграции человека в бизнес и передачу дел в принципе мы те из чего мы состоим понимаете вот у меня родители оба работали они были там занятые люди и на самом деле ну условно говоря у них там понятно не было наверное какой-то возможности там все время со мной сюсюкаться или там в детский садик там на каждое мое выступление в костюме зайчика ходить я могу сказать что вместе с тем я ощущал их занятость мне это было понятно вот но вместе с тем то сказать я всегда чувствовал от них доверие то есть они всегда проявляли ко мне доверие даже до сих пор помню как меня поймали с курением когда мне было 11 лет ну вот и каково было мое удивление когда родители сказали ну ничего страшного ну ты поскольку еще маленький ну папа будет ходить тебе покупать сигареты вот поэтому будешь курить но не проблема ну где есть один нюанс а я тогда ходил я сейчас не помню в шесть или семь спортивных секций меня наоборот школу родители вызывали из-за того что я домашние задания на переменке делал потому что между секциями не успевал их иногда делать вот и вот мне родители говорят нет проблем отец будет покупать сигареты но ты знаешь курение и спорт несовместимы поэтому спорт придется бросить ну и угадайте какое решение я тогда принял я бросил курить и причем это было сделано мягко это было сделано на высочайшем уровне доверия ко мне меня никто не ругал каково это быть частью семейного бизнеса это не просто так уж сложилось то что я успешным кейсом поэтому это хорошая история было не просто много лет потому что там много из факторов связанных с этой всей история первых ну моя такая позиция и очень часто обращаются особенно дети ко мне из семейных бизнесов и чаще всего звучит фраза примерно так слушай я уже там год-два-три с родителями работаю это ужас деспотизм с ними невозможно работать постоянно какие-то крики эмоциональное давление типа я уже все типа что делать это очень часто заход ты прям ну наверное просто дети у которых все в порядке ничего не говорят и ничего не спрашивают поэтому меня такая есть зашоренность это очень часто случаи у меня не было так что прям жестко у меня в целом очень классный отец вы с ним познакомитесь еще и но существует истории там понятное специальное давление понятно когда человек достаточно высокого уровня он уже по-другому немного решает вопросы где-то как-то в общем есть какая-то специфика ну и мягко говоря не самые простые люди эти девелоперы если честно в целом любой крупный предприниматель не самый простой человек там ну там по статистике из них почти все в разводе не в одном соответственно это наверное какой-то критерий в том числе это мои родители развелись было время когда мы очень мало с отцом общались кажется выполнен мой первый курс и тогда был такой момент что как-то может потерять контакт но в итоге с этим можно сказать справились там начиная там со второго строительства курса начал быть интегрирован в семейный бизнес я начал проходить практики в бухгалтерии юриспруденции у нас потом собственно там третья практика в отеле закончилась уже там туда устройством это все позволило как-то так хорошо интегрироваться вырасти в этой всей истории и начать работать но было несколько моментов когда у меня был такой пред скажем так волнительно увольнительное состояние оно было связано не с отцом напрямую но там косвенно первая история была когда мне не нравилось работать на ресепшен и такой юношеский максималист был что такой сидишь думаешь блин почему я должен это делать пусть эти вот эти раздолбай там зарплаты мелкая что-то высшее образование туда сен то есть был такой гонор наверное свойственно любому то молодому человеку слава богу его удалось обуздать но это там почему это на самом деле одна из первых историй в книге который мы с отцом начали писать ну и собственно моя идея там четыре месяца назад начать вся книгу про семейный бизнес про преемственность как это там какой наш описан опыт мы там попытаюсь его как-то задекларировать некоторую алгоритм технологию он собственно вот и будет там написан ну собственно как это работает своим да не просто иногда вот эта история типа там в 10 вечера звонок говорит миша иди компьютер у меня тут идея давай там поштурмим это бывает когда ты такой блин хотел сына мультик посмотреть какой-нибудь или что-то вдохнуть сказку почитать идешь что-то делать формально в любом семейном бизнесе наследник он в момент становится заместителем а заместитель иногда исполняет роль просто бизнес-ассистента фактического нашим там уже бизнес языке но это как накладывать некую дополнительную ответственность наследование бизнеса вот это вот ощущение что ты наследника если в этом здесь какая-то дополнительная нагрузка кураг Qué психологически вот в этом я не знаю как наоборот пойти не будете ответить на этот вопрос я всю жизнь живу с этой нагрузкой как ты думаешь думаю что это сильно отличается потому что условно что нам делать то им брать ответственность за себя битвы компании за жену детей да это же разные уровни ответственности а ты берешь ответственность не за то что там ты сделал а фактически я пришел семейный бизнес тут работает куча сотрудников а у них я семьи и по сути в отец имеет ответственность за них dataset органический рост а я просто в какой-то момент принял ответственность там в сотни человек Ну, как бы, это сказывается как-то, наверное. Ну, год-два пришлось адаптироваться. Тут спасибо опыту, как генеральный менеджер. Это позволило, это было в пандемию, когда много было решений непростых принят. Вот кризис-менеджмент. Это, конечно, меня осколотило как операционного директора, как вот именно заниматься командой. Поэтому мне там сейчас без разницы, там, 50, 100, 200 человек. Ну, я не был опыта больше, там, 200, но все равно думаю, что это... Слушай, вот со стороны я так вот сам для себя смотрю гипотетически, да, на вот такую конструкцию, когда есть там семейный бизнес и есть значит, некие семейные отношения в бизнесе, но как будто бы многое может прощаться, там, кто-то может сказать, да, все равно там тянут, все равно там, значит, какие-то огрехи простят, никуда он не денется и так далее. В этом смысле есть как будто бы какая-то комфортная ситуация, комфортная вот атмосфера внутри, и ты знаешь, что, ну, как бы, да, семья там поддержит, если что, и так далее. И какая-то, может быть, в этом больше уверенность, а может быть, с другой стороны и халатность. Вот все-таки какие тут плюсы-минусы? Есть вопрос халатности. У нас помимо меня работают, скажем так, еще чуть более дальние родственники в компании, и документ существует. Обычно, знаешь, вопрос, что такое халатность. Одно дело, когда у человека какая-то непростая ситуация месяца, там, 3-4, допустим, ну, что-то случилось, там, обычно связано с болезнью или смертью у какого-то родственника. И здесь как раз семейный бизнес является этой опорой, которой ты говоришь тебе по ребятам, слушай, ну, такая ситуация, он говорит, слушай, не парься, все заберем, делегируем, в общем, занимайся, восстанавливайся, все нормально. Это является важным аспектом, который вот в семейном бизнесе стоит, и как бы, ну, там, взаимовыручка присутствует очень сильная. С другой стороны, ну, могу сказать так, если бы я не был там тем, кем я являюсь, то есть активным, мне было все интересно, жадно, я люблю деньги в целом, соответственно, я понимаю, что, как бы, если бы мне это не было бы интересно, я бы мог, не знаю, спокойно до сих пор быть, не знаю, генеральным менеджером или, там, еще хуже, там, из-за рукой тебя отдела маркетинга отеля, и просто бы остался бы там. Но, понимая свое вот это желание расти дальше... Тебя, руководитель отдела маркетинга, немножко напрягся. Слушай, я их несколько уже воспитал, поэтому они как раз с удовольствием, когда они бы, наверное, с удовольствием хотели видеть меня в новой губящем посте, как директора отдела маркетинга, вот. И, как бы, эта история в том, что, ну, я бы там остался бы, просто и все. Вот. Но мой внутренний вот этот желание расти дальше, оно привело, там, в текущую точку, и, там, я понимаю дальнейший трек, куда пойду, потому что, ну, и с отцом уже есть некоторое видение общей стратегии, куда мы идем и как, ну, и мы это просто обсуждаем. И, ну, наверное, здесь сильно от ребенка зависит, отвечая на этот вопрос. Есть много ребят, которые прекрасно себя чувствуют в своих, там, подразделениях, растут гораздо медленнее, чем я, потому что, фактически, я за три года стал генеральным менеджером, и генеральным менеджером стал 24 года, я стал генеральным менеджером 13 декабря, 18 декабря исполнился 25 лет, и в 26 лет закончил быть генеральным менеджером, тоже очень молодой возраст. И, как бы, да, понятно, что это случилось в основном благодаря тому, что отец мне доверял и понимал, что я могу все это сделать. Он явно хотел, чтобы я получил этот опыт, руководящий в малом возрасте, он тоже был руководителем в очень молодом возрасте, он руководил в аэропортах, в Ставрополь, в Новосибирске большими командами, ну, и понимал, что опыт не нужен. Ну, естественно, сделал ставку на меня, слава богу, второй кандидат на позицию коньера-менеджера остался в команде, вот сейчас руководит отелем, это наш Олег. Давай поговорим, как проходил процесс твоего обучения, погружения в бизнес. 24 года, достаточно молодой возраст, я даже не припомню, чтобы кто-то на моей памяти в этой должности был в топовом возрасте. Все равно же ты пришел уже с каким-то пониманием этого бизнеса, с пониманием процесса. Вот как было, проходил какой процесс обучения, и были ли какие-то специальные механики, методики, которые погружали тебя и давали тебе понять лучше специфики? Фактически меня готовили всегда. Ну, то есть я понимал, что примерно лет в 10-12 уже было понятно, что все видят этот путь меня как... То есть отец уже имел бизнес, он уже понимал, что с ним делать, он уже рассматривал меня как там будущего наследника, скажем так. И у нас в семье в целом эта история была. У нас, ну, у нас очень семейная семья, скажем так, у нас там все время были застолья, бабушки, дедушки. Мы постоянно собирали за столом там 10, 15, 40, 80 человек. И тост моей бабушки за то, что, типа, вот наш наследник, наша опора, он был, ну, тысячи раз. Поэтому я это контактирую с раннего детства. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, это в какой-то момент было реально там кризисом жанра для меня, и было некоторой проблемой. В том числе, там, обращался в психологию, психотерапию из-за этого, потому что это было прям, ну, тяжело в какой-то момент. Ну, спасибо психотерапии, справился. Вот. А, соответственно, какая-то технология, наверное, одна из основных, это окружение. Ну, там, нетворкинг все любят, как технологию. Но отец у меня в этом смысле очень подкован, и социальный капитал у него очень большой. Там, с раннего детства общались там с одними из самых влиятельных людей Новосибирска. Ну, просто там поехали футбол смотреть, а он там, не знаю, банкир или что-то еще, какой-то важный человек. И я как-то привык с детства общаться. Поэтому, когда возникали какие-то, и были там дети этих людей, были какие-то конфликтные ситуации, оно как-то приучило коммуницировать достаточно хорошо. То я закончил Новосибирский государственный университет по специальности кибернетика. Это, по сути, люди, которые там в Центробанке работают, считают большие модели и так далее. Это дало знания экономики, бизнеса, все прочего. Потом уже, работая в Миротеле, я пошел в магистратуру по стратегическому управлению, потом закончил уже аспирантуру. То есть, фактически, такой хороший путь с точки зрения и базы знаний, и научной истории, в том числе сейчас преподаю в университете. Поэтому для меня университет был вся такой важной вехой в моей жизни. Я люблю это место. И поэтому я там, скажем так, более ответственно даже не учился, впитывал знания. Учился так себе, оценки меня никогда не волновали. Но ключевые предметы, связь с преподавателями до сих пор со многими, какие-то интересные вопросы, важные, они были. Поэтому вот это все привело к тому, что когда мне было 22 года, 23, я начал управлять коммерческим отделом, ну, как коммерческий директор, можно сказать, там была история вот с этим, с испытанием менеджера, как у многих, там, какая-то мини-корпоративная война, конфликты с руководителями. Вот эти там первые полгода-год, они меня, конечно... То есть тебя не принимали в этом смысле, да? Думали, там, какой-то молодой мажор, когда... Ну, как это? Если нас слушают какие-нибудь... Какие-нибудь родители, которые хотят детям передать, вот как не надо вводить детей в должность? Я всегда старался очень аккуратно в рамках мажорства, и у меня, ну, нет этого, и слава богу, потому что есть у меня с кем сравнить, и я всегда старался истинь корректно с людьми. У меня очень много было друзей, там, менее высокого социального уровня, и как-то отшептал это, слава богу, хотя было пару моментов, когда можно было туда вильнуть. Вот. Как было в отеле? С одной стороны, я очень благодарен этому опыту, потому что он сколотил из меня лидера, который часто может руководить, и мне в целом там без разницы вообще. У меня нет какой-то там, не знаю, личной эмпатии к людям. Я понимаю, что есть механизм, процессы, команда, функции, и вот если человек не выполняет функции, за которым получает деньги, он должен уйти из команды, я не буду это терпеть никогда. И это там строит хорошую, эффективную систему менеджмента. Но это было, во-первых, не всегда, во-вторых, как было мое повышение. Мы с генеральным менеджером, мы с отцом втроем садимся. Ну и там такой разговор. Отец говорит, все, давайте, у нас есть проблема с коммерцией, надо ее выращивать, лучше делать. Миша надо стать руководителем, давайте, соответственно, поставим его на должного заместителя генерального менеджера по коммерции, будут руководить вот такими-то отделами. Я, честно, не знал, как это правильно руководить, ничего делать, я не был руководящего опыта, кроме там я консьержа вел в должность, с капсомментой все, больше не было. Это была такая новая история. И меня ввели так. 9 января на первой планерке, утренней, 8.30 утра, генеральный менеджер говорит, доброе утро, так, Миша, встань, теперь Миша, ваш руководитель, показываю на руку тебя отдела продаж, руководитель ивентслужбы, руководитель отдела бронирования и маркетолога. Это было, мягко говоря, шоком для сотрудников. Месяца полтора-два они прям сильно отстранялись от меня. Я достаточно быстро смог наладить процесс в отделе маркетинга и в отделе организации мероприятий. Потом отдел бронирования я предложил делегировать в подчинение Олегу, потому что ресепшн и бронисты были очень взаимосвязаны, очень много процессов похожих и просто не было смысла как-то это разделять. Им было проще этим управлять. Бронистов от меня чепили и вот остался отдел продаж. В отделе продаж был там некоторый внутренний конфликт. Примерно продлился он около полугода. И вот для меня это было прям школа менеджмента, когда ты сидишь, у тебя там коллеги вечером обсуждают, какой ты плохой руководитель, ты это знаешь. Кто-то из коллег уже потихоньку переходит на твою сторону, понимая, что там уже какая-то нездоровая история. Ну, то есть такая прям корпоративная война, это называю. Вот, прошло полгода. Люди, которые вот вызывали такой эффект, они ушли из компании и, соответственно, как это... Надо было их раньше увольнять. Мне просто не разрешали их уволить. В общем, проблема у меня как руководителя, что я говорю начальнику и отцу, говорю, эти люди на выпуск, их надо увольнять. И мне отец говорит, да нет, они нормальные, оставляем. Но я не могу уволить мимо них. Ну, и, соответственно, это была такая история, что я должен был работать с людьми, которых я хотел уволить. Ну, и там, слава богу, прошел месяц, и, соответственно, ушли люди. Ну, и все. После этого я вспоминал быстро команду. Мы перезапустили очень много процессов. И вот как раз в июле 2019 года очень много пошло на позитивный тренд. И как раз тогда выставилась команда, выставили все процессы. Очень много было запущено проектов. Красота был придуман блогерский престур, там мой любимый. Ну, в общем, тогда жизнь зацвела. Ну, полгода пришлось. Ну, ты сказал, что, ну, прозвучала фразу, что так не надо вводить. А как бы ты сделал? Ну, вот как я резко, что ли, получается, да? Ну, люди не были готовы. Понимаешь, это можно было, знаешь, как это чуть смазать, ну, то, что называется. Потому что ты там за месяц собери людей. Там у меня был день рождения 18 декабря. Собери людей и скажи, ребята, вот у нас хорошая новость. Миша, там, да, все удержание. Хотим сказать, там, через две недели он будет рукой коммерческим подразделением. Там, давайте аплодисменты туда-сюда. Люди бы там уже перекантовались, новогодние каникулы, туда-сюда приняли бы эту историю и зашли бы гораздо легче. То есть, как мы, например, сделали с Олегом, когда его повышали до генерального менеджера. То есть, понятно, как было. То есть, когда я был генеральным менеджером, у меня в подчинении оставали большинство коммерческих отделов и, соответственно, операционный отдел как был у Олега так оставался. То есть, хаускиппинг, спирт, и так далее. Вот. И как бы мне надо было аккуратно передать свои подразделения, чтобы Олег не столкнулся с негативом. И мы все равно их там учить, воспитывать, обучать менеджером и так далее. Но не так резко. Мы за три месяца говорим о том, что ребята, так и так, я с каждым поговорил с руководителем, ввел в должность, говорю, так и так, вот так будет, уже типа ничего не изменить, свыкаетесь с этим и так далее. Были люди, которые там еще месяц после того, как мы назначили Олега, они ходили ко мне в кабинет с вопросами. Я в какой-то момент вынужден был, ну, это было специальное решение, я на неделю уехал из отеля, просто сел дома и работал из дома. Соснование о том, что, ребята, извините, меня нет, я сечу на Олега, на Олега вот так недели потребовалось, чтобы как-то бывшие дороги были забыты и люди стали к Олегу ходить решать какие-то вопросы. Олег, я так понимаю, что все операционное управление как ты появился вообще на этом объекте, как вы познакомились с Михаилом, как ты вот начал заниматься тем, что управлять этим объектом? 8 лет назад меня нашли с хантелей с другого объекта. По сути, вот за все 15 лет работы в отельном бизнесе мой интервью ни разу не лежал в нигде на хатхантерах и ничего. То есть меня просто вытащили на собеседование. Тогда отец Михаила Алексея Геннадьевич поговорил со мной и примерно, наверное, минут за 20 мы нашли общее общее понимание, что мы будем делать бизнес вместе. Потому что один из вопросов, который, в первых, он спросил, как у тебя с семьей? И все. И на фоне вот этой семейной истории он понимал, что у меня дети появляются, сейчас их трое. И, соответственно, он понял, поверил, что у меня правильный взгляд на жизнь. И мы очень быстро договорились на самом деле. И вот уже 8 лет делаем общее дело. И почему я перешел сюда? Потому что и Алексей Геннадьевич Швецов и Михаил Швецов дают тот уровень свободы, тот уровень менеджерского пространства, который необходим для принятия решений. То есть ты осознанно себя ввешь больше риски и больше ответственности. Но у тебя и пространство деятельности больше, потому что я до этого работал и в сетевых отелях, и не в сетевых. И там, как такового, ты не ощущаешь себя менеджером, когда ты должен каждый степлер согласовать, каждую бумажку, написать в Москву письмо, через неделю получить ответ. И это сильно тебя тормозит, и это не то, что хотелось бы. А здесь в независимом отеле с собственником садясь взглядами, мы можем месяцами не общаться, понимая, что мы на одной волне. И от этого синергетические эффекты в команде сказываются. Команда себя чувствует уверенно и спокойно, и финансовые результаты хорошие, и рейтинги хорошие, потому что полное доверие на 100% идет. И если есть какие-то вопросы, то это так сверить, что мы в одном направлении идем. Ну, то есть можно сказать, что ценности этого бизнеса, этой семьи совпадают с твоими, и это является основой вашего сотрудничества. Верно, на 100%. На 100%. Ты пришел, насколько я понял, со слов Михаила, после того, как он здесь отработал какое-то время в качестве управляющего. Верно? Смотри, 8 лет назад мы открывали этот объект вместе, а я его открывал в качестве фронт-офис-менеджера. Даша через какое-то время стал операционным и дальше управляющим. Я понимал свое место, и мы шли в одном направлении, и, наверное, мы даже это не обсуждали, потому что мы на одной волне не чувствовали, что мы идем к этому исходу, и Михаил не раз в интервью тоже говорил, он говорит, я вовремя освободил место, чтобы ты, Олег, не ушел из компании, потому что мы понимаем, что я... У каждого есть свой срок. Ну, а насколько было комфортно тебе и насколько было просто, скажем так, принимать управление после Михаила, с учетом того, что понятно, что он там часть принадлежит семье, что называется, да? Ты все-таки человек извне в этом смысле, и насколько тебе было просто утвердиться в новой роли? Ты знаешь, достаточно просто, потому что у нас вот команда, принцип в команде такой, что если ты хочешь повышение получить, это мы не говорим об этом вслух, это всегда так вот происходит нативно, можно сказать, что если ты хочешь получить новую должность, новые обязанности, ты должен сначала вникнуть в это, ты должен интересоваться, ты должен пройти кросс-трейнги, стажировки, то есть тебя никто не пихает, ты сам увлекаешься. И, наверное, к этому моменту я очень уже много знал в отеле и на основании своего прошлого опыта и, конечно, и сетевые отели дают свой, и сетевые отели, которые ушли за все, дают свой блок такой мощную опору, где ты понимаешь. И поэтому, наверное, это было какое-то логическое завершение, не было никакого там стресса и прочего. Про бизнес хочется сказать, что, знаешь, когда я такие вот маячки слышу, что мы, отец Михаила, и сам Михаил говорит, что мы идем к тому, что мы хотим ключевым сотрудникам давать долю в этой компании, то есть фактически они признают нас своими членами своей семьи. И это, конечно, подкупает, и ты понимаешь, что ты сейчас тратишь свое, самое драгоценное и лучшее время, находясь в этой компании и не жалеешь ни на сколько. Понятно, что мы все сотрудники, мы все наемные, но мы сверяем часы периодически свои, то есть внутренние. Туда мы идем, не туда мы идем. И сейчас я могу сказать, что мы на 100% правильно. коротенькое уточнение по поводу доли. Говорят или дают? Ну, то есть у тебя есть какой-то опцион? Говорят. Сейчас говорят, да. Сейчас не все так быстро. Я считаю, что в целом как бы 8 лет, которые будут там через пару месяцев, это еще небольшой срок для отеля. И мы, может быть, придем к этому. Но я понимаю, что если мы не придем даже к этому, может быть, мы придем к чему-то другому. Но вся суть в том, что мы не подталкиваем ни собственника, ни совладельца Михаила к этому. Они сами это предлагают. То есть они ценят и взращивают вот эту команду и вот эту безопасность, на которую можно все остальные процессы насладить легко. Просто видишь, еще сейчас такая история, что молодое поколение далеко не всегда хочет следовать по стопам родителей. Они хотят заниматься чем-то своим. И это большая проблема. Большая проблема, на самом деле, наследование бизнеса. То есть кому передавать? Вот родители растил, растил этот бизнес, его ввел, там, не знаю, и так далее. А потом оказывается, что, в общем-то, и передавать-то некому. Ребенок не хочет просто связывать себя с этим бизнесом. Там очень прикольная история. Там слово не хочет, оно такое очень интересное. Мы когда-то начали писать книгу и начали сами выкристаллизовывать какие-то материалы вот такие, разработки хорошие, я правильно с этим начал знакомиться с всякими касательными компаниями, кто изучает семейный бизнес. Ну и в общем, какое знание у нас собралось. Фактически история готов ли преемник работать в семейном бизнесе, она связана, ну, еще любой точный человек, неважно, преемник это или просто родственник, связана с тремя вопросами. Первое. Верит ли родитель, ну, там, старший в ребенка? Просто вот верит, что он справится, у него все получится, он там хороший кандидат. Не факт, что он будет твоим наследником вместо тебя генеральный директор. Может, он классно будет отвечать за производство и бог с ним. То есть не все люди готовы стать бизнесменами. Возможно, он классный кондитер, да, то есть это тоже надо понимать. Вторая история, это ребенок должен доверять родителю. Причем даже если это не, там, родители, допустим, там, дядя или кто-то еще, или дедушка, попрос в доверии. И вот здесь очень много моментов, потому что изучая разные кейсы, примеры, там, общаясь уже, не знаю, с 50-ю сотней наследников в семейных бизнесах и успешных, и неуспешных кейсах, ключевая история, что отец когда-то подорвал доверие ребенка так, что ребенок не готов его восстанавливать. Ну, обычно это связано либо с разводом родителей, либо когда родитель, там, не знаю, пришел, там, в 16 лет сказал, все, собирай вещи, сваливай из дома, ты, там, на тройке учишься, типа, я тебя не люблю, уходи. Ну, это же не педагогично, мягко говоря, соответственно, и, как бы, дети, все, они в этот момент разрывают, нет никакой истории. То есть, он сформировал доверие. У нас с отцом удалось это сформировать, несмотря на те испытания, что были, и, как бы, там, что я считаю очень сильной историей, что мы друг другу доверяем. И это, ну, это непросто, мягко говоря, было сформировать. И третья история, это ребенку, нужно, интересно, то, чем занимается родитель. Если родитель фанат рыбалки, занимается этим профессионально зовут кучу денег, а ребенок поэт или, там, художник или программист, ну, не связано. Но если, допустим, отец занимается рыбалкой, а ребенок, например, думает, блин, прикольно, слушай, у тебя такая классная технология, давай какой-нибудь, там, IT-стартап на эту тему сделаем, там, приложение, ну, типа, как-то совместно. Это может быть любопытной историей. Я всегда привожу историю компании Mars, там есть потрясающая история. Это семейный бизнес был когда-то, там работал отец и два или три сына уже был в этот момент и пришел вот один из младших, там, третий или четвертый в компанию. И он пришел к отцу, молодой парень, что 21, 22, 23 года, очень хорошее образование, там, ну, в общем, там были лютые ребята, понятно, там, я не знаю, где они учились, очень-очень такие серьезные вузы. И он приходит и говорит, слушай, батончики, шляпа, не хочу этим заниматься, не буду вообще батончики, кто их ест, типа, перекус вообще, ну, типа, фигня какая-то. И отец в этот момент не сказал ему, типа, наша семья делает батончики, мы только за батончики, типа, иди отсюда вообще, ты не мой сын и так далее. А он поступил иначе. Он сказал, слушай, ну, чем бы ты хотел заниматься? И там был такой разговор. Он говорит, слушай, мне вот кажется, что батончик, это еда на бегу, это типа не наша тема. Надо как-то пытаться вклиниться в привычки людей. Вот, допустим, вот люди там смотрят, не знаю, футбол или там кино, вот они едят там чипсы, попкорн. А давай сделаем что-то такое, что можно и шоколадное, вот, во время там просмотра чего-то. И так появился Мандемс. Его отправили в лабораторию. Они там сколько-то месяцев лет это и разрабатывали, придут. То есть он пошел как научный сотрудник, он как маркетолог поведенческий занимался этими вещами. И, соответственно, после этого у них удалось придумать Мандемс. Ну и понятно, Мандемс это супер успешный проект. Ребенок это возглавил, и потом очень активно рос в семейном бизнесе. И вот это отличный пример. Когда ты понимаешь, что у ребенка есть какое-то видение, ты ему не говоришь, типа, другое видение, иди отсюда. Его там правильное русло, и как бы... Иногда же ребенок это делает просто, потому что как бы с 19, ну да, не знаю, даже с 16 до 25 просто дети с повышенной конфликтностью к родителям. И родители должны просто это принимать и говорить, слушай, хорошо, я понимаю, что у тебя уже другое мнение, давай подумай, как это можно использовать и спокойно к этому относиться. А многие родители заводятся в этот момент. Типа, ты как, ты можешь меня предать, я у тебя там кучу лет. А надо просто понимать психологию ребенка в этот момент. Мне кажется, вот это там один из ключевых кейсов вот этой всей передачи семейного бизнеса. Давай заканчиваю эту часть, поговорим немножко о том, как строится твое вознаграждение в рамках контура семейного бизнеса. Это тоже такой интересный момент, да? Интересный. То есть, что происходит с прибылью отеля, как, кто ей распоряжается и как строится твое собственное вознаграждение? Вопрос, который ты задал, он всегда проблемный, потому что в семейном бизнесе про деньги не говорят никогда. И тут основная история в том, что есть то, как понятийное и как реально, ну, почти всегда расходятся, потому что, ну, это семейный бизнес. Иногда, я знаю кучу детей, которые 6-7 лет работают в семейном бизнесе, у них ни зарплата, ничего. Подожди, ну у тебя же своя собственная семья уже дети нет. У меня все есть, да. Я просто говорю, что ситуаций много. Соответственно, технически можно сказать, что есть некоторый фикс, который присутствует, это там не зарплата, фактически просто фиксированный платеж. У меня есть имущество собственности, которое, скажем так, создано семейным бизнесом, и оно принадлежит мне. Это некоторая фиксированная оплата. У управляющих компаний, как у любой, есть доля за управление. И, соответственно, эту долю когда-то отец мне передал, который фактически является его, со словами о том, что все, ты ответственный, ты занимаешься, все это твое. Это управляющая компания отелем? Отелем, да. Ну, то есть там есть договоренность об операционной прибыли, обо всем, и, соответственно, вот оно направлено, скажем так, в мою сторону. То есть у тебя есть некая доля в управляющей компании? Ну, не юридическая доля. То есть это доля в... Как процент вознаграждения. Вот, соответственно, сейчас мой доход строен из вот этой окладной части, скажем так, окладной, то есть это не связано с зарплатой, это именно связано с имуществом. Это результат деятельности отеля, какого управления. То есть я, моя задача, что в отеле работал эффективно. Я всегда очень сильно за историю скипи, потому что, во-первых, у меня он есть, и я вот такой ребенок, у меня отец, наверное, бы мне не предложил никогда такие вещи. Я пришел, он говорю, слушай, я человек про деньги, вот для монетизации, там, рост дохода, это очень важно. Дай мне, типа, модель, в которой я могу, типа, расти вот так вот очень быстро в рамках своих денег. Я не хотел там сидеть на зарплате какой-то фиксированной долгой. Мне нужно за результаты отвечать. Мы эту модель перестроили, как раз это был где-то 21-22 год, и я стал очень сильно влиять на результаты. Я реально, знаешь, начал, как это, копытом бить, чтобы здесь росли результаты гораздо быстрее. И поэтому, когда я сотруднику наношу систему KPI, рассказываю, как было у меня, я говорю, ребят, ну, как бы, KPI нужно для того, чтобы модель работала. Если вы хотите больше зарабатывать, требуйте от меня более сложный KPI, который вы хотите получить из сотрудники, но приносят идеи, как бы им изменить KPI, чтобы и компании было лучше им. Когда они хотят, чтобы просто им было лучше, не проходит. А я конкретную линейную зависимость вывел от истории влияния на прибыли инвестора, собственника. И, соответственно, мы к этому привязались. И теперь, когда очень крутой результат у отеля, а мы последние три года очень хорошо приносим результаты по росту, соответственно, эта вся история хорошо эффективно работает. Ты можешь сказать, что ты сейчас финансово независим, и ты можешь какие-то реализовывать свои устремления и знамичные и так далее? Под словом финансово независим есть очень много вопросов. Я финансово зависим от семейного бизнеса и фактически от решения отца. Есть история, это слово там, не знаю, модное слово там сепарации и все прочее. Я не могу сказать, что оно хоть как-то пройдено, потому что мы вместе работаем, как там ее вообще разорвать. Если мы говорим просто, имею ли я возможность нормально зарабатывать, все хорошее дело, да. Ну, то есть там за прошлый год мы с женой там 8 или 9 раз путешествовали, сейчас там скоро начнем ремонт в нашей квартире, ну, как бы это такой процесс, который потихоньку идет. Да, то есть там доход у меня там, не знаю, в среднем выше, чем у какого-то обычного генерального менеджера. Ты зарабатываешь больше, если бы ты работал внесемейного. Были этапы, когда моя оплата здесь была меньше, чем я бы мог взять на рынке труда. Был такой там период, не знаю, где-то полгода. Мы с отцом это... Ну, я не сразу это понял, во-первых, что мой труд низкооплачивается. Вот. Во-вторых, ну, как бы такой странный разговор, приходишь к отцу, говоришь, типа, что-то ты мне мало платишь. Ну, я... Нормальный разговор, это нормально для наемного руководителя с собственником, типа, что-то мало мне платят. А когда вот ты ребенок и вот эта вся сложная конструкция, мне тяжело с отцом разговаривать про деньги, как ему со мной, кстати. Ну, то есть, эта история такая. Мы создали 2-3 года, потом это не обсуждаем. Реально так. Мы создали, все, живем так, все, оставили. Вот. Поэтому эта история такая, она эмоционально заряженная. Мы вот один раз договорились, все. Вот у нас сейчас договоренность, она какого-то 21 года. Она вот так идет 3 года, как бы, ну, и всех все устраивает. Потому что результаты выполняются. То есть, у нас есть такое правило, оно и на уровне всех партнеров, и на уровне меня. Если результаты выполняются, планы, то другая сторона не лезет ни в каком случае. Даже сегодня суперпредложение, не знаю, как сервис улучшить, какие-то продажи, инструменты, я говорю, это моя зона ответственности, все, до свидания. И так как я последние 3 года все планы выполняю, у Голюкова вопросов нету, и никто сюда не лезет. Вот. И еще скажу о том, что сейчас как раз я открываю новый бизнес, это компьютерный клуб с VR-аренами. Там как раз, ну, то есть, есть инвесторские деньги, мне нужно их вернуть, очевидно, то есть это как, ну, можно сказать, как заим. Вот. И, соответственно, в этом уже будет управление, это чисто мой проект, в котором я веду, но важный аспект того, что он на арендных площадях юрлица, который отцу принадлежит. То есть, отец получает условно с аренды, я получаю с операционной деятельностью этой организации. Буду получать, еще не открыто. Есть ли у вас какой-то, не знаю, дорожная карта или план, как вот наследование этого бизнеса, то есть, есть ли какой-то период, когда ты понимаешь, что, например, отец отходит от дела, у вас, может быть, какие-то договоренности в этом смысле, и ты окончать можешь. Слушай, эта история супер вообще заряженная, мне кажется. В чем был прикол? Отец лет 10 назад говорил, все, исполнится 50, вы меня тут не увидите, буду на пляже лежать, все, короче, до свидания. Но это он говорил из усталости, понятно, много проектов, тяжелая нервная работа, постоянная стройка, кто занимался ремонтом, только на 3% понимает, что такое реальная стройка, потому что у тебя еще есть клиенты, которые там что-то кричат, еще там куча дебилов строителей, их гораздо больше, ну, в общем, много всего. И когда отцу стало, ему сейчас 51, когда ему стало 50, я понял, что если он насчет отсюда уходить, он очень быстро насчет хереть, и это неправильно. Слушай, ну, 50 лет, это вообще не возраст сейчас. Я понимаю, но, понимаешь, он очень активный, я понимал, что если он условно вот уедет в историю типа на пляже лежать, это закончится быстро, реально. Ну, то есть, такой человек, то есть ему надо работать. И, соответственно, ну, как мое мнение, и он так считает, что как бы вот он никуда уходить не хочет, он, понятно, не хочет у нас операционка, типа зачем, ну, то есть не нужно, но какой-то новый проект, вот мы сейчас там обсуждаем новый проект, о нем пока не могу говорить, это все-то на уровне идеи, но общая идея о том, что есть стратегия видения роста, я вижу, то есть, ну, у нас там последние полгода, наверное, происходит некая трансформация, что вот это видение стратегии больше тренд задаю я, чем отец. Раньше было наоборот. То есть, я предложил концепцию, идею, модель, соответственно, предложил, как это можно организовать, сделать, какие есть стратегии роста, и, ну, для меня важно, что я понимаю, что есть капитализация семейного бизнеса и капитализация то, что у нас в управлении, потому что у нас есть партнеры еще, соответственно, я вот хочу, чтобы эти вещи, они были больше, и очень понятная модель роста в рамках количества объектов, выручки, операционные команды, всего. Я ее предложил, отцу она в целом понравилась, он сказал, что да, интересный вектор, давай это смотреть, ну, мы начали туда копать, поэтому там можно сказать, что в некотором смысле стратегия немножко поменялась, мы вместе сейчас создаем, но если там, спросите мне, полгода назад я бы сказал, что отец все решает, вот там за последние полгода мы стали совместно в вектору ставить, ну, там фактическое движение сейчас, его я курирую, новые все проекты, и, соответственно, видение тоже я смог передать, которое отцу понравилось. Слушай, ну вот я не сильно моложе твоего отца, в этом смысле я мог быть твоим отцом. Я у отца родился, ему было 20, поэтому... Ну, 50 лет точно у него не возраст отхода от бизнеса, мне кажется. Ну, это его слова были, он говорил, я в 50, все, я уйду, все, ты будешь в 50, тут самое главное, мне еще все... Это были точные фразы, которые там и в 44, и в 45, и в 46. Мы вам лет 20 еще минимум представили. Наверняка, я буду счастлив, потому что, ну, есть там прекрасный фильм «Крестный отец», у меня конечно есть вопросы к фильмам и книге, я, кстати, очень часто про семейный бизнес говорят, вот классная книга или фильм «Крестный отец». Я говорю, это все супер, только, ну, закончил все плохо, он же один умирает в третьем фильме, да, соответственно, вот как бы это не про семейный бизнес, это про то, как типа Санта-Барбара в семье может быть и как ее не допустить. Единственная классная сцена там, это когда Вита передает Майклу свою роль, он стоит на позицию вот этого консильера как советника, вот это классный момент, когда он реально говорит, так, сын, слушай, с этим общайся, с этим выстраивай, этому нельзя доверять, ну, там, вот эти все вещи, как советник, да, с отцом я сейчас постоянно советуюсь, какие-то созвоны, обсуждения, слушай, как поступить, как своими команду, какие-то вопросы, связанные со стройкой, где у меня меньше компетенция, чем у него, то есть роль советника, она очень крутая, классная, ну, типа, и отцу это нравится, ему нравится, ну, разговариваешь, все делается, все классно, и у него, очевидно, много экспертизы. Да, ну, в общем, мы в святая святых в нашем номерном фонде, у нас 111 номеров, я уже говорил, 100 стандартной категории, 8 люксов, 3 люкс-апартаменты, мы находимся в нашем коридоре, у него есть несколько особенностей, которые нетипичны для отеля, например, у нас есть вот такой ковролин, поднятый на полэтажа, это очень хорошее решение, оно позволяет защитить отель и повысить его шумоизоляцию, потому что луки гасятся, они все равно упираются в него, вторая история, это противопожарная история, третья, в отелях очень часто косячатся низ стен, благодаря чемоданам и всему остальному, или там тележи горничных, соответственно, это все удобно с помощью именно вот такого решения. Также у нас, например, если говорить про горничных, тоже одна интересная особенность, у нас нету этих огромных тележек, у нас мы взяли эту технологию одного иностранного отеля, маленькая такая сумочка, где все лежит, тоже очень удобно, не нужно вот это сделать, и наша задача, чтобы гость вообще не замечал нас в коридоре, то есть он фактически не понимает, когда мы убираемся, какая уборка, у отца там есть отдельная история, он может потом расскажет, что он когда жил в одном московском отеле, там постоянно там какие-то уборки, шумка, какой-то грамм, и ты некомфортно досыпать там, особенно если ты пришел поздно, и мы это все учли, чтобы горничных никто не видел, то есть они могут сейчас убираться в одном из номеров, ничего не видно, ничего не понимают, вот, собственно, демонстрация. А как белье, например, они переносят? Тут есть два варианта, если высокая загрузка, то им приносит подсобный рабочий, он приходит, забирает по себе, приносит новое, а если горничную там низкая загрузка на дно, то просто она уносит, приносит свежее, и все, и перестилает. У нас, ну, то есть на каждом этаже есть склад для постельного белья, для всего того, что нужно, это все пополняется, быстро приносится, и все. Достаточно удобно, так как этаж блочный, все, собственно, происходит вот в нашем лазаре, то есть ничего не видно, не слышно, все красиво. При этом на каждом этаже есть подсобные помещения для горничной, где белье хранится, склад. Вот четыре этажа, два блока на каждом, восемь, соответственно, на каждом этаже пылесосы, все, что нужно, горничные пошли, обычно по своим блокам, но редко когда перемешаны, и вот они идут в рамках одного коридора и всем занимаются. На этаже в среднем 14 номеров, соответственно, она вот идет и убирает их все. Текущая уборка, дневная, ну, там, понятно, есть расписание и все остальное. Вот, эта история тоже очень интересная, соответственно, здесь написано, вот, стандартный дурхендер, что не беспокоить уборка, то есть, когда вставляется электрическая карточка, загорается, что гость в номере. Что это важно? Мы в отеле очень ценим сервис и комфорт гостя, и поэтому сотруднику весь правило. Если птичка горит, мы ничего там не трогаем, для нас эта информация, допустим, если мы что-то несем гостю там, постучаться, сказать, ну, то есть, дополнительно какой-то сервис проявить, понимая там его историю. Это у меня есть такая веселая любимая история, что чаще всего, когда мы приходим к гостю, он, скорее всего, лежит в туалете или спит. Ну, то есть, очень часто в рум-сервис приходит, когда сидишь в туалете или что-то еще, или уборка, то есть, или что-то дискомфорт, или что-то натягиваешь штаны, бежишь куда-то. И, понимая это, объясняя сотрудникам, что иногда ты можешь прийти некомфортное время для гостя, мы это подсажим, что, ну, слушай, если у гостя номер, можно с чем угодно. То есть, как-то аккуратно. Если он не отвечает, ну, уйдите там, не беспокойте его, как-то там, во второй раз посещать, попросите ресепшн позвонить, чтобы корректно ответили. Но это позволяет гостю более лучший сервис, ну, и поэтому, собственно, у нас такие высокие рейтинги. По поводу пола, и вот это, я сейчас подумал, что главное, чтобы гость, особенно подвыпивший, который идет по коридоре, не воспринял это, что, знаешь, на пол начал загибаться. Ну, это как-то не бывало. Чего тут говорить? Мы заходим в номер категории люкс. Да, здесь у нас Алексей живет. Соответственно, в жилом номере находимся. Да, друзья. Прибрали. Можете смотреть. Очень много вкусностей прилижал в леске. Я вижу, что голубнику и клубнику он уже съел. Клубнику съел, все конфеты съел. В общем, да, мы переходим к мини-бару. Мини-бар это достаточно интересная точка контакта с гостем. Когда была пандемия, мы очень много что научились тогда делать, потому что выручки было мало, загрузка была низкая, но те гости, которые у нас были, они стали там заедать стресс и, собственно, стали активно пользоваться мини-баром. Почти каждая бронь была съедена мини-баром частично. Мы понимали, что это хорошая точка контакта, на которой можно масштабировать потенциальную выручку и, соответственно, давать гостю то, что он хочет. Мы внедрили очень много решений. Одно из них, например, у нас не одна бутылка виски, а у нас там разных брендов, а у нас пять одного, потому что если русский человек начнет пить, он будет пить ее до конца. Соответственно, конечно, там есть все алкогольные напитки, которые нужны, но есть вещи, которые мы специально добавили, которых мало у кого есть. История связана с зубной нить, например. У нас была история, фирмозожнику нечего было съесть. Мы начали, добавили фитнес-батончик сюда. У нас здесь есть патчи, то, что можно воспользоваться. Люди приехали, уставшие, сложный перелет, и очень все удобно, можно быстро восполниться и попользоваться. Когда мы начали работу с мини-баром, мы добавили еще вот такие три интересные бутылки. Это хороший крупный алкоголь в больших тарах. Соответственно, в чем его отличие? В том, что мы начали тестировать, есть такая книга, искренний сервис Клауса Кабьела, где он когда-то рассказывал, что они в номера поставили винный шкафчик, и это очень круто зашло гостям. Мы тоже начали это пробовать. Сначала поставили бутылку красного вина, большую. Гостям она начала нравиться, они начали этим пользоваться, и, соответственно, после этого мы начали добавлять бутылку виски и бутылку шампанского. Это очень хорошо заходит. Сейчас у нас весь номерный фонд укомплектован большой бутылкой вина, и, соответственно, это позволяет достаточно качественно повышать выручку и зарабатывать с одного гостя отелю гораздо больше. Одно единственное, как результат, когда мы сравнивали выручку с мини-баром в 19-м и 21-м году, выяснилось то, что мы стали зарабатывать в 4 раза больше, поэтому это очень хороший результат оказался. Это позволило нам как раз перестроить систему, и с каждого гостя начать зарабатывать немножко больше, что увеличивает, очевидно, финансовый показатель отеля. Одна из особенностей нашего отеля это подход к формированию кровати. Так уж сложилось то, что наша команда, кто занимался строительством отеля и его комплектации, это не ательеры. Мы все люди были без опыта, но очень много путешествовали как туристы, и хотелось построить что-то новое, интересное. И мы, используя весь этот опыт, вставили список из 86 пунктов то, что мы бы хотели учесть в номерном фонде, какие-то его особенности. И очень много было касательно сна. Фактически что случилось? Первая команда вместе с собственником отправлялись в международные выставки, привозили оттуда разное постельное белье, матрасы, подушки, тестировали, находили какие-то уникальные технологии, качество сна гораздо больше. Мы проверяли подушки разных категорий, и по итогу выяснилось то, что девушкам больше подходит один вид подушек, их было немного в нашем маленьком кругу, и почти все мужчины выбрали другой вид подушек. Мы тогда не разбирались в сомнологии, это позже, спустя там 3 года, я познакомился с сомнологом, она мне рассказала вообще, что мы сделали. Что мы сделали? Когда вообще человек спит, одна из носовых особенностей это то, что он, это называется, по-моему, нейросенсорика, когда мы спим, мы воспринимаем всю информацию кожей, телом фактически, то есть мы воспринимаем там влажность, температуру, и все остальное воспринимаем телом. Поэтому очень важно качественное постельное белье, потому что кожа контактирует именно с ним, и это должно быть приятно, чтобы мозг не тратил на это личные силы и какую-то проблему испытывал из-за этого. Поэтому качественное постельное белье, это понятно, в больших нормальных отелях все хорошее постельное белье, но вот дальше есть особенности. Собственно, у нас есть много разных классификаций, одна из них в ней путем, что вторая категория больше подходит девушкам. С эстетической девушкой в России вес 50-60 килограмм, рост около 1,65-1,70. Им как раз удобно именно согласно их мускулатуре, строению скелета и все прочее. Именно вторая. А мужчина, который в среднем в нашей стране около 90 килограмм, рост примерно 1,80-1,85, им удобно четвертая. Поэтому, собственно, это был подбор, и большинство гостей наших прекрасно, то есть с подушкой спят на них как убитые, все время спрашивают, как бы это купить. Мы очень часто продаем то, что у нас есть в номерах, потому что гости прям хотят спать на таких же кроватях у себя дома. Да, ну и, собственно, наш отель всегда был достаточно технологичным, мы всегда старались принести что-то новое. Мы были один из первых отелей, кто внедрил QR-коды с рум-сервисом в номерный фонд. Очень хорошо эта технология работает и по сей день. Также у нас есть Алиса, пока что в номерах категории люкс и премиум. Хотим, чтобы был в стандартных номерах. Собственно, многие знают эту технологию, наверняка видели ключ. Особенно, что мы хотим, чтобы гость больше технологий мог испытать и попробовать. Ну и вот наша одна из любимых историй, это книга «Миф в Сибирск», книга «Миф в легендах» нашего города. В чем суть? Наш город очень молодой, нам всего скоро 131 год, и у нас мало историй, зато очень много историй придумано жителями, поэтому это книга «Миф в легендах». Она рассказана нашими рассказчиками, собрана из фольклора, ну или там даже где-то придумана и доработана автором Игорем Аранином. Мы подумали в большинстве отеля мира, всегда можно найти там Библию или Коран, но все-таки если человек религиозен, он, скорее всего, подобную книгу возит с собой, и мы как идея, что можно положить, чтобы было как-то интересно, и гость мог, находясь в номере, познакомиться с городом гораздо лучше, собственно, мог почитать эту книгу. Из интересного, у нас из окна видно Вонопорную башню, здесь описана прекрасная история, когда эта Вонопорная башня могла стать собором в советское время, причем, но, к сожалению, им не стало, там тоже описано почему. И вот гость может прочитать такие интересные истории, узнать наш город чуть лучше, и, соответственно, полюбить его, возможно, даже больше. Есть гости, которые начинали читать эту книгу, воровали эту книгу с собой забирали, либо покупали, у нас просто наклейка, что ее можно купить, либо приезжали потом снова и уже дочитывали с момента, где остановились. Поэтому такая приятная особенность нашего отеля, чем он отличается от многих других, именно вот такими какими-то микронюансами. Давай немного поговорим о ценностях. Вот наверняка у вас у семьи и в бизнесе вашей семьи есть определенные ценности, подходы. Вот как они находят отражение в управлении активами, в частности, отелями? О, это чуть ли не самый любимый вопрос. Вот. А что произошло? Я около полутора лет назад, как раз в том числе связан с психотерапией истории, я начал изучать вообще, что у меня с семьей, с родом и все вот это. Я очень люблю истории для английского древа, род, вот все это. У меня там куча вещей, которые даже на камеру достаточно рассказывать. Вот. В общем, основная идея была в чем? Я понимал, что у меня вот у каждого родственника, это у моей бабушки и дедушки, у них есть какая-то явная ценность, которую для меня они олицетворяют. У меня одна бабушка, она, я бы сказал, жуткий трудоголик, вот, она прям много работает, там, в 4 утра прислать какую-то презентацию, даже сейчас в своем возрасте 80 лет она это делает. То есть, как будто она прям трудоголик. И мы это, очевидно, все над нее наследуем, как модель. Если надо работать, да, вообще, только в путь, да, понятно, это есть последствия, иногда ты 3-4 недели работаешь без остановки, можно легко прийти в историю, что, как бы, будут какие-то болезненные моменты со здоровьем, но, как бы, это нормально, опять же. Если ты понимаешь, сколько это стоит, ты можешь запланировать. Я даже сейчас, когда взял, то сейчас интенсивная неделька это выдал, я уже запланировал себе тут спа-поход, тут семью прогуляться, все, ну, просто запланировано сразу. В этом смысле я научился этим управлять. Вторая ценность, это мой дедушка, но и отец очень сильно в этом работает. У отца есть там отдельная теория обратных задач, как администрировать проекты. И вот эта история, когда ты можешь эффективно сочетать много видов деятельности, то есть у меня сейчас суммарно, там, 7 видов деятельности, я могу сказать, основных, И вот эта история, когда ты можешь сочетать это все, управлять своим временем, управлять фокусом внимания всем, она очень сильная. У меня у дедушки, он умер два года назад, к сожалению, но он был человеком, у которого было 4 работы до 78 лет. Он был научный руководитель в лаборатории, он очень много чего делал. И в 78-летнем возрасте, ну, что у людей вообще сказали, типа, зачем, что там, до 1, буду ходить, что-то делать. Нет, ему было важно, люди, команды, перспективы, типография, много всего. В этом смысле они там, ну, просто олицетворение двух очень сильно работающих людей. У них еще пара такая классная была, то есть они прожили 58 лет вместе, то есть до смерти дедушки. Соответственно, для нашей семьи пример просто баснословный, то есть это пример идеальной пары. Еще меня часто спрашивают, знаешь, есть такая фраза, такая часто пролетает иногда у людей, типа, ну, идеальных людей не бывает. А у меня есть пример идеальный человек, это мой дедушка. Вот он во всех сферах был молодец, он все делал, он уделял всем внимание, он очень хорошо был, он очень был эмпатичен, он очень много работал, то есть он реально там идеальный человек. Поэтому у меня есть пример идеального человека, я не знаю, что с ним делать теперь. Вот, с маминой стороны там тоже научная семья была, их бабушка с дедушкой, соответственно, дедушка мой был физикоптик, он, к сожалению, и геолог еще в том числе, он, к сожалению, умер до моего рождения, и, соответственно, он был очень любознательный, я про него это знал, что вот он там ходил, буквально там под землю смотрел, мог найти какой-нибудь там редкий камень, гуляя во дворе, мог там, не знаю, найти какую-нибудь змею, там, принести ее домой, и у нас там, ну, мама рассказывала. Постоянно какие-то животные, он был очень любопытный, потому что вокруг был огромный интерес к жизни. Моя бабушка, она была, как сказать, секретарем моего дедушки, она была после смерти своего мужа, можно сказать, моей второй мамой, то есть он постоянно был, ну, как вместо няни, вот у меня была бабушка постоянно. Мы были в прекрасных вообще коммуникациях, она, к сожалению, умерла уже много лет назад, и вот она повлияла на меня с точки зрения там любви и заботы, то есть вот это то, что все ищут там какую-то безусловную любовь, я как раз ее увидел в бабушке, даже не в родителях. Ну, и, конечно, с родителями это вообще сложная история, там, всегда, знаешь, мы на родителя всегда смотрим через вот такое количество масок, и в этом смысле бабушка была такой, достаточно чистая, хорошая, приятная коммуникация, и бабушка, ну, очень много мне дала именно в плане, там, веры в себя, каких-то таких эмоциональных моментов. И поэтому, если там говорить о том, что она мне дала, это вот, по сути, любовь и забота, там, не знаю, вчера мы там ужинали, я что-то там подошел, тут вино, тут это, я это делал искренне, потому что я понимаю, что почему бы и нет, как бы я могу это сделать, мне нравится заботиться о людях. Ну, это там, понятно, сказывается на всей бизнес-иерархии, то есть, когда ты заботишься о своем топ-менеджменте, они заботятся ниже, и это все работает. И пятая ценность, она появилась не сразу, это ценность гедонизма. У нас в семье общая исчерта, это история про то, как мы очень круто рассказываем про путешествия, очень вкусно рассказываем про рестораны, в которых мы были. Вот это гедонизм в еде, который очень свойственен людям постсоветского пространства, сейчас, понятно, гедонизм уже другой стал, ну, такой правильный гедонизм, как мой отец поправляет обмену, что просто рада жизни, счастья. И вот здесь как раз эта история радоваться каждому дню, каждому процессу, вот там, не знаю, мы сейчас снимаемся, я безумно рад, я как это, я давно смотрю, очень хотел когда-то сюда попасть, и рад, что эта мечта сбылась, я реально свечусь от этого сейчас. И поэтому это все вот эти пять ценностей, и по-моему, дело, что это для меня ярко светило. Глобально, что произошло в какой-то момент. Где-то год назад, я полтора, я сижу как раз и понимаю, что самый прикол, что эти ценности есть у каждого из этих моих предков, ну, и в родителях они, очевидно, есть, и что это просто вот контур, в котором мы живем. Дальше я взял эти пять ценностей, не говоря отцу, сформулировал для себя, прислал моей тете и его сестре, она HR-директора, я говорю, смотрите, я вот такую штуку про нашу семью нашел, что думаете? Она говорит, вау, вообще круто, классно. И отправляю бабушку, бабушку читаю, говорю, вообще супер, вообще ценностей, ну, все так и есть. Я отправляю к команде, беру топ-менеджеров наших всех и начинаю, говорю, слушайте, вот интересный вопрос, уже помогло, там почти все топ-менеджеры с отцом работают, там, пять, десять лет, ну, давно. Я говорю, слушайте, я вот тут сделал исследование, интересно, что про него скажешь. Ну, и рассказываю так же, как тебе. Я говорю, вот, мне кажется, что вы работаете с моим отцом, потому что он для вас вот это все олицетворяет, вы ему доверяете, и там есть взаимная любовь, забота друг о друге, ну, и все, вот такая конфигурация. Они такие, да, слушай, так и есть. Он говорит, мы не могли долго найти себе ответ, почему мы с моим отцом работаем, но как бы это стало ответом, почему они работают в компании и с отцом. А дальше получилось как, что семейный бизнес, он в этом смысле стоит на семейных ценностях, а семейные ценности, они равно корпоративные ценности. А, то есть это, получается, перетекло из семейных в корпоративную культуру. Да, ну, просто я отец по ценностям очень совпадаем. И в этом смысле, как бы, топ-менеджер работает из-за этого, топ-менеджер подбирает под себя таких же людей с этими же ценностями, и, соответственно, идя дальше, как бы, я в какой-то момент чуть-чуть это переделал в корпоративный формат, ну, то есть адаптировал семейные ценности под корпоративные, и мы сделали просто бизнес-автор, чуть больше года назад я сотрудником, там, в три раунда, ну, понятно, кто-то работает, ну, мы просто презентовали от лица команды, условно, на каких ценностях мы живем. Ну, и потом, понятно, во всех бэк-зонах появилась там информация, вот наша ценность, мы вот так живем, все классно, здорово, вот, и это стало основой системы. Скажи, пожалуйста, были ли какие-то ситуации, или вообще приходилось ли, ну, может быть, как-то переосмысливать, что ли, ценности в свете того, что, ну, бизнес растет, развивается, и он, в общем, достаточно современный сейчас. И были ли периоды, когда, например, некие традиции, сложившиеся в семье, и получается уже вот в корпоративной культуре всего бизнеса за какой-то период времени, они, может быть, конфликтовали с какими-то инновациями, которые приходят в бизнес и его... Слушай, не могу вспомнить, мне кажется, те ценности, что я назвал, они подходят к слову вечные, ну, то есть они как будто бы вне времени, то есть 500 лет назад могло бы то же самое, поэтому, ну, скорее, совсем нет, то есть нет такого какого-то изменения. Были ли какие-то традиции, которые были видоизменены, да, ну, то есть банально, мы раньше чуть ли не каждую неделю собирались у бабушки, дедушки на обед, на ужин, соответственно, сейчас очень много работы, всякие разные поездки, командировки и так далее, дедушка умер, сейчас мы с бабушкой доведемся чуть реже, там, раз в две, в три недели, например, семейный ужин тоже, там, раз в две, в три недели стали, то есть оно чуть-чуть трансформируется, естественно, но, опять же, когда там приезжают родственники или что-то, это всегда собираемся, опять, там, огромная толпа, куча народу, то есть оно, в общем, все как обычно. Поэтому оно чуть-чуть остановится, но это вопрос, там, времени, жизни, то есть, понятно, раньше бабушка была готова, человек хоть каждый день банкет накрывает, сейчас, там, для нее это, там, сложно, раз в две недели, там, собралась, сделала, там, или заказали где-то что-то, ну, то есть оно так, живет потихоньку и чуть-чуть что-то меняется. Где-то, там, скорее, знаешь, это вопрос неценности, вопрос отца, то есть раньше он, допустим, был более молодой и рисковый, сейчас уже с возрастом чуть более консервативен, ну, то есть это сказывается на его модели управления. Ну, это вопрос неценности, это вопрос просто подхода человека, чем он готов рисковать, например, ну, вот такие-такие вещи. Где-то он, допустим, чуть больше верит в людей, чем я, например, в этих людей верю. А скажи, пожалуйста, как у вас выстраивается сейчас взаимодействие с Михаилом, с учетом того, что вот в этом большом семейном холдинге он, по сути дела, курирует, как я понимаю, тактиф отельный, а ты им управляешь. Как у вас взаимодействие, кто что согласует, как принимаются решения, как вы работаете в тандеме? Наверное, полностью сервис и уход за объектом, это полностью на мне. Мы, наверное, сверяемся в большей части раз в месяц по бюджетам, куда мы идем, да, сколько мы расходов тратим. То есть сейчас вот такое время, когда нужно бюджет переписывать, ну, там, раз в квартал точно, а лучше раз в два месяца. И поэтому мы, наверное, сверяемся по бюджету и понимаем, куда мы идем. Но наши бюджеты зависят от того, на самом деле, насколько свобода у команды. Мы это видим. И обычно мы всегда перевыполняем план, а если мы перевыполняем план, то к нам вопросов, как к управлению, нет никаких. И мы, соответственно, можем без согласования тратить больше в этот момент. То есть, да, в это сложно поверить, но мы можем там, допустим, я могу оплатить счетом на 300, на 400, на 500 тысяч рублей. И у нас был кейс интересный тоже. Мы его, ну, как бы, рассказывали много раз, но это стоит, как бы, рассказать в этом семейном бизнесе, как это работает. Значит, несколько лет назад я принял решение о том, что мы хотим делать аромамаркетинг у себя в отеле. Персональный, непокупной, создать свой аромат, смиксовать и вся эта история. Ну, Михаил меня спрашивает, вот как раз что-то мы сидели, кофе пили, он говорит, я говорю, мы хотим аромамаркетинг. Он говорит, я не верю в эту идею, но ты столько раз делал проекты и столько раз вкладывался, что и это заканчивалось успешно, что я не буду сейчас стоять на твоем пути, пожалуйста, делай. Там, ну, там, вопрос 50-100 тысяч рублей, это не важно. И я ему говорю, тем не менее, я говорю, я всегда рисую в голове вот эту бизнес-модель, да, что мы на этом аромаркетинге точно будем зарабатывать, там, может быть, копейки, но это такой немножко, как бы, эффект вау, частичка нашей души. И знаешь, это создание вот этого аромата, там, который идет 2-3 месяца, команда собирается, все вот это вот, миксует, чувствует эти запахи, это тоже сплочает. И поэтому на этом поимею, он говорит, я не знаю, я не вижу в этом будущего, но ты столько раз делал успешный проект, что давай делай. И, конечно, ну, есть проекты, которые заканчиваются и не так положительно, но, как бы, мы все ошибаемся и все ошибки мы обсуждаем и, как бы, к ним спокойно относимся. И как ко мне руководство относится, так же и сотрудники у нас относятся к руководству, то есть я, мы многие там ошибки проходим, проверяем и, как бы, ну. Ну, правильно я понимаю, что вот за тобой там операционные решения и какие-то текущие, не знаю, условно, траты, но более там стратегические вопросы вы обсуждаете с Михаилом? И, как я понимаю, в частности, бюджет, о котором ты упоминал, в рамках утвержденного бюджета ты, соответственно, можешь распоряжаться средствами, а бюджет, там, раз в квартал, да, или чаще, или реже, вы согласуете и защищаешься перед Михаилом. Так строится работа? Плюс-минус, ну, не так вот, как бы, как это может показаться сложно, потому что мы вот раз в год рисуем бюджет по доходам, да, мы его пересматриваем, особенно это было вот СВО, пандемия, вот это мы пересматривали чуть-чуть, потому что там резкие скачки. А бюджеты по расходам раз в месяц, бюджет по расходам раз в месяц, потому что расходники дорожают, что-то мы добавляем, что-то мы убавляем, где-то мы можем экономить, где-то мы, наоборот, растем. То есть можно сказать, что глобально бюджет по доходам мы пересматриваем раз в год, а бюджет по расходам раз в месяц. Вот так. Мне еще, знаешь, интересен такой вопрос, как вы общаетесь и взаимодействует с Михаилом вне бизнеса? То есть, условно, дружите ли вы, можешь ли назвать его своим другом, бываешь ли ты у него дома, дружите ли вы с семьями, вот как складывается отношение вне работы? И как они влияют на работу? Смотри, я не могу назвать, что мы там очень близко дружим, да, но я прекрасно понимаю, и мы это рассказываем, что если у меня есть, допустим, какая-нибудь проблема, которая требует, может быть, социального, помощь в социальном лифте или где-то помощь попросить, я всегда могу обратиться, и если это не Михаил, который в отъезде, я также могу к Алексею Геннадьевичу подойти, его отцу и обратиться к помощи. Да, мы собираемся периодически, и корпоративы, и выездные какие-то мероприятия, и менеджерские, более узким кругом. И в конечном итоге наши взгляды совпадают, наверное, по нашей роли занятости, да, и у него семья, у меня трое детей, мы освобождаем себе место на выходных, чтобы, вот, наверное, немножко отдыхать от бизнеса, ну, быть в гармонии. И друг от друга тоже. И в том числе. Но я не могу сказать, что мы устаем, потому что, ну, 8 лет невозможно. И у меня есть такая теория, на самом деле, в предыдущих отелях, где я работал, и от других коллег слышал, что есть волна менеджмента, и если она вот позитивная, она тебя толкает вперед на развитие, и если один кто-нибудь негативный, допустим, человек, или там, ну, по эмоциональному интеллекту не сложилось, да, он там профессионал, его терпят, и в любом случае команда позитивных людей вытолкнет. Но если большинство негативных менеджеров, там, которые могут сплетничать, которые GM на это закрывают глаза, то они рано или поздно вот этих нескольких позитивных людей, они вытолкнут. И я могу сказать, там, ну, не меня, конечно, судить, но у меня, наверное, это вот волна менеджмента какого-то вот этого бюрократического, зажатого, она меня вытолкнула из этих моделей, предыдущих, где я работал. То есть я работал в одном отеле, там, четыре года, в другом полтора года на стартапе. Это большой опыт, но я себе не обманываю и не терплю, если я не на одной волне с людьми. И здесь, можно сказать, что вот восемь лет работаем, мы на одной волне. Да, периодически сверяем часы, куда мы идем, понятно, но можно сказать, что... Тема этого выпуска, как мы его задумывали, это, ну, некая семейственность, и преемственность в бизнесе в контуре вот семьи, да, наследие и так далее, наследование этого бизнеса. Но вот когда мы сегодня с Михаилом говорили о семье, ну, в основном мы говорили, там, о семье в узком понимании этого слова, то есть бабушки, дедушки, мама, папа, как это влияет все там, на Михаила повлиял, да, какие ценности и прочее. Но вот ты, человек, который работает вот в этом семейном бизнесе, по сути дела, вот можешь ли ты сказать, здесь, когда говорится о семье, это все-таки контур узкий, вот есть Михаил и его непосредственно там семья, его там родственники, родные и то, что сложилось за историю его семьи, либо семья здесь это, ну, все те люди, которые работают в этом контуре, вы тоже себя можете называть в этом смысле семейным бизнесом и принадлежить этому семейному бизнесу. Вот какая здесь философия, как видишь это ты? Ну, наверное, ответ достаточно очевидно банальный, да, контур он более широкий, и можно так сказать, что у них контур, семья, ядро, которые, ну, вот семейные, там, по крови, можно сказать, да, вокруг них выстраивается менеджерский состав, да, который включает и меня в том числе, да, а дальше вот я очень целенаправленно работаю со своим менеджерским составом, да, и можно сказать, что с замами, транслируя им вот эту позицию, что вы ко мне можете пойти с любыми вопросами, нужна помощь с детским садом, с школой, с больницей, какой-то кредит, там, 200, 300, все, ну, то есть все какие-то банальные, как бы, вещи, которые в других компаниях я, ну, зачастую, ну, мы же пришли работать за деньги, но нас больше ничего не связывает. И работая с этим контуром менеджеров, они дальше транслируют на персонал этот же самый контур, то есть можно сказать, как это вот солнце с ядром, да, и оно вот так вот дальше распространяется и геет все уровни. И, конечно, мы относимся к своим сотрудникам и менеджерам как к семье, потому что мы глубоко убеждены, что если у тебя плохое настроение или еще что-то случилось, или там поссорился, развелся, неважно, пока мы эти вопросы не решим, как можно решать вопросы с гостями. То есть фактически так получилось, я никогда не ставил этой цели, но я работаю очень много с персоналом и не так много с гостями. Потому что я понимаю, что работая с персоналом, они точно будут хорошо работать с гостями. И это вот так работает, вот так эта схема работает. Я знаю, у тебя есть мечта построить собственный город. Можешь ли рассказать немножко подробнее об этом и какие тоже ты закладываешь, на какие тренды ты смотришь и что в этом городе хочешь воплотить? Да, ответ можно отвечать очень по-разному на него. Да, появилась такая мечта. Десять лет назад, плюс-минус, когда мы с отцом начали путешествовать за границу, мы увидели очень много разных интересных, красивых объектов. Во-первых, там, и у нас специфика путешествия была такая, что мы там не только культурные объекты смотрим, а, допустим, там, приехали в Колумпур, посмотрели какой-нибудь там конгресс-кол, приехали в Сингапур, посмотрели какие-нибудь там два-три самых интересных отеля. Тот же самый Marina Bay Sands, когда я увидел этот известный отель, там три башни, корабль сверху, все отелеры, наверное, его знают. Я на него смотрел не как на отель, а как на девелоперский проект всего вот этого острова, который насыпан. То есть там есть отличная история, как насыпалась эта территория, как договорились с властью о том, что просто пришли, купили море. Представляешь, какая прикольная сделка. Вот, как они там решают инженерные системы. Меня больше всего удивило, что у них есть свободные площади на этом острове. Ну, то есть настолько много прикольных решений, что меня это столько впечатлило. И вот концепция город в городе, то есть, ну, я когда говорю слово город, вот, понятное дело, что, скорее всего, любой нормальный город будет построен как спутник к действующему. Хороший пример, ну, тот же самый Москва-Сити. Город в городе, да, фактически отдельная территория, но как бы внутри структуры. Если мы говорим про новосибирский опыт, у нас когда-то был подобного рода опыт, это строительство Академгородка. И это для меня стало такой какой-то общей легендой, что я когда-то был, когда родился и живу там. Что-то город в городе, соответственно, вся эта концепция. Я очень люблю Академгородок, я до сих пор там живу и не уезжаю. И мне, собственно, нравится вот эта структура. Такой мини-парк, по сути, да, старенькие советские здания уже там во времен Хрущева, но зато ты ходишь, тебе приятно гулять, очень красивый парк, и там уже выросла инфраструктура, там условно кофейни, ну, все, что хочешь. Там просто приятно гулять. Мы там с сыном, с женой постоянно гуляем. Это для нас такое, как это очень важно, отдушина. Вот, и, соответственно, когда я говорю про город-будущее, я понимаю, что должна быть какая-то природная история, должна быть какая-то небольшая высотная этажность. Я не очень верю в города-тон-хаусы, в ВЖС. Мне кажется, это такой временный тренд. А вот города, которые там 4-5 этажей, вот такая вот застройка, соответственно, огромная инфраструктура, дворы с определенными там некоторыми различиями, условно, двор там спортивный, двор там с какой-нибудь интересными каворкингами, потому что я верю в концепцию каворкингов. Вот там один из трендов, который, мне кажется, в любом городе будет скоро реализован, это тренд на каворкинге. Уже сейчас такая тема есть. Допустим, есть в нашем смысле каворкинг, это больше там офисы, айтишники, что-то там, какие-то аренды. А, например, можно подойти к этой концепции, что, например, любая клиника – это каворкинг для врачей. А, например, салон красоты, если там приходит мастер, он может занять какой-то кабинет, который он может взять там под аренду на 3-4 часа или там записаться навсегда там вторник, четверг, пятница, это будет каворкинг для салонов красоты. И это такой тренд очень интересный, что просто будет некоторая специализация людей, и люди будут просто приходить, брать в аренду помещения и в них работать. А если мы говорим про уровни города, там же много вопросов. Например, один из самых главных вопросов, на который почти ни один девелопер и строитель отеля, строитель городов не отвечает – это как привлечь туда клиента. Потому что одна из таких проблем современного девелопмента в том, что почти в каждом мастер-плане там почти полностью отсутствует маркетинговый блок. Вообще, любой бизнес-план, там один из пяти блоков – это будет маркетинг. В мастер-плане обычно блок маркетинга состоит из одной двух страниц, на которой написана целевая аудитория, причем она написана, знаешь, сегодняшняя. Темичный мастер-план города, и там отсутствует, по сути, маркетинговая часть. Она не то, что отсутствует, она просто написана кратко. И это вопрос не в том, что они решили сократить, чтобы публично доступ не выносить. Это не в этом задача. Даже государства мастер-плана, они как бы без этой части. А просто в том, что они как бы не продумывают, например, вопрос того, что ты пока город строишь, это же в любом случае, там, ну, пять-десять лет, чтобы все инфраструктуру, у тебя это население постареет, инфраструктура поменяется. Я в рамках вот своей этой мечты уже поездил, посмотрел, и Доброград, и Инополис, и много разных других проектов, маленьких, или тех, которые там зарождаются. Первый Инополис, и в чем проблема? Они рассчитывали, что будут жить ребята 18-25 лет, айтишники, и все. И под это делали всю социальную инфраструктуру. Клиники, детские сады, школы и все остальное. А фактически что случилось? Эти молодые ребята отучились 4 года и уехали там дальше куда-то работать, кто куда, да, там, удаленка, спасибо, айти могу делать что угодно. И очень мало ребят остаются. Большинство ребят, которые остаются, это еще не то, что остаются, а люди, которые приезжают, это людям, которым 35-40-45, у них как раз дети учатся, они хотят, чтобы у детей было лучшее образование, лучшее будущее, лучшее все, и живут там люди с детьми. А под детей инфраструктура заточена почти не была. И, соответственно, в этом смысле как бы надо рассматривать клиента во времени. То есть он стареет, ты должен понимать, что у тебя сейчас там условно одно-два поколения, через там лет 20 будет уже три поколения в городе жить. А как инфраструктура под них, а что нужно учесть, что можно достроить потом, и надо вот рассматривать в таком длинном сценарии. Мы в классическом бизнесе привыкли, что как бы у нас есть целевая аудитория, она плюс-минус там одна и та же. А в градостроении ты должен учитывать и эту историю. Поэтому вот если мы говорим про эту историю, вот вернусь к вопросу, как привлекать клиентов потенциальных, там вот история с каворкингом. Допустим, представим, мы сделали какой-нибудь город для айтишников, типа Иннополиса. Я сижу в Москве, в Новосибирске, и говорю, слушайте, есть крутой город, мне дали классный оффер, там, не знаю, какая-нибудь суперкомпания, вообще мне очень нравится, отличная зарплата, надо переехать туда. Типа обязательно там находиться на месте, и все. И вот жена сидит, ехать куда-то непонятно куда, ну как в Сибирь в советское время отправляли. Она может заниматься своей какой-то деятельностью, там, не знаю, может любой вид деятельности, но она может не найти себя на новом месте. А это значит, что через год-два-три эти люди уедут обратно куда-то, потому что, ну, все-таки, когда человеку некомфортно, ему будет не нравиться там жить, и она, скорее всего, как-то добьется того, чтобы они оттуда уехали обратно. И вопрос удержания, он является одним из самых сильных, потому что обратная миграция очень сильная, и в том же Иннополисе очень часто история, эти люди на два-три года приезжают и уезжают обратно, инфраструктура не готова. И как раз задача удержать, ну, в этом случае хороший пример, это Академгородок, потому что оттуда как раз обратной миграции почти не было, ее очень мало было. И поэтому нужно подумать по поводу трудостойства этих там женщин, условно, но чаще всего это девушки все-таки, они испытывают эту проблему при переезде мужчин, ну, и, соответственно, кто-то, понятно, там, займется детьми и будет радоваться этому, кто-то захочет пойти работать в какую-то компанию, не знаю, кто-то станет HR-ом, кто-то станет психологом, кто-то свой бизнес делает, кто-то пойдет там, словно красоты, маникюр делает. То есть, ну, у каждого своя какая-то специфика, но ключевой момент, что этому человеку должен быть куда прийти. Допустим, она прекрасно мастер маникюра в Москве, у нее потрясающая клиентская база. Она переезжает в город Икс в тайге и, соответственно, не понятно, чем заниматься. Но если она понимает, что она приедет, есть какой-то спрос, ну, там же другие девушки живут, которым нужно маникюр, и есть какой-то колоркинг-центр, где она пришла, забронировала 3-4 дня, и может спокойно обслуживать клиентов. Да, там, понятно, будет некоторый процесс, там, не знаю, сделать соцсети, назовите как-то себе, ну, там, классическая история личного бренда для эксперта, для мастера, но это может быть очень быстро. Если человек за 2-3 недели, ну, вкрутится, и вот моя любимая история здесь в том, что вот у нас, когда Сатурни приходит в любую компанию, у нас, по сути, есть 2-3 недели, чтобы сделать его своим, чтобы он принял новые привычки и начал работать в нашей компании, не так, как работал в предыдущей. То же самое с любым городом. Человек, приезжая в новое место, у города есть 2-3 недели, чтобы его вся влюбить. А потом все, привычки не перестраиваются, человек удерживается, он привык лежать дома, не знаю, YouTube смотреть. Понимаете, что этот человек уедет. Ему должно быть приятная инфраструктура, что могут гулять, ходить, там, кофе, одна кофейня любимая, там, кондитерская, там, тут пицца с сыном посетить, там, играть, полепить что-то, то есть среда. И я верю в историю с комьюнити-менеджментом, как раз про сообщества, что они должны быть в рамках города, там, особая система. У меня как раз, вот, я начал писать кандидатскую диссертацию на тему строительства городов, это прям глава 2-2, она вот ровно комьюнити-менеджмент, как правильно адаптировать человека, как вот использовать всю эту среду, то, что люди сделали комьюнити, классная история. То есть люди по интересам будут в города образовывать? Ну, условно, это будет так, приходит там девушка или парень, вы приехали, вот вы семья. Возможно, это было дистанционно до вашего приезда, там, по тому ли где-то, слушай, а вот ты, как мы спортом занимаешься? Слушай, теннис, слушай, у нас есть ребята, занимаются в теннис на во вторник, в субботу, у тебя куда записать? Ну, и тут, значит, там, мой любимый прикол, что поднимается телефон, там, девушка запи, слушайте, вот, Алексей, познакомься, привек вам на тренировку во вторник, там, вот там, капитана зовут-то Максим. Ну, и, соответственно, как бы ты знаешь, что все у тебя во вторник, должен прийти к Максиму, поиграть в теннис. И ты в этот момент готов прийти. Важный момент, что ты приехал, у тебя новая территория, ты не знаешь, что делать, ты придешь просто к этому Максиму на тренировку. И дальше, конечно, важно, какой Максим, какая среда, какой там теннисный корт. Но если ты любишь теннис и приятный, нормальный ребят, то шанс, что ты будешь переходить с тем, он повышается. Дальше история такая, у тебя там, не знаю, 5-10 основных интересов. Город, если правильно организован в этом ключе, он может сделать так, что ты, там, за 3 недели на 7-8 сходишь. Ты с кем-то познакомишься, будут появляться новые социальные связи. То же самое, там, у жены, у детей, у каждого. По каждому можно пробежаться и найти вот такую вот историю. Тут детская тренировка, там, по футболу, тут какая-нибудь арт-терапия с вином, и вот эта вся история пойдет. И, соответственно, если вот так вот быстро включить человека за 2-3 недели в инфестру города, создать ему достаточное количество социальных связей, допустим, там, 50, все будет работать очень круто. Ну, просто я знаю вот примеры, когда там, например, планировались там какие-то поселки или целые города, например, для предпринимателей, да, люди, объединенные какими-то там общими интересными целями деятельности, вот, не знаю, будут ли такие города людей, которые объединены в какое-то единое сообщество? Ну, в это сложно поверить, потому что, ну, идешь, принимателям тут должен кофе наливать, квартиру убирать, а у тебя предпринимателям должны быть сотрудники, аудитория все-таки. Ну, ИЖС для предпринимателей, возможно, да, там, поселок, 300 домов, пожалуйста. Но этим говорим про город, а город, ну, по разным методикам от 25 тысяч хотя бы, это должны быть все слои. Нельзя сделать его. Можно сделать какую-то, я верю в идею, что можно сделать город для айтишников, потому что, условно, у тебя есть критическая масса айтишников, тысячи три-четыре, это могут быть крупные компании, там, там, у нас Бертехи, там, и все остальные, там, Азоны, СДЭКи и так далее. Они набрали этих айтишников, а чтобы эти четыре тысячи айтишников обслуживать, нужно еще, там, 20 тысяч всех остальных. И тогда это может работать. Будет город, как бы, под айтишников, все все понимают, вот они, технопарки, там, куча всего, а, соответственно, офисы компании, а все остальные автотуруют для людей. Просто еще интересный вопрос, вот, структуры городов, потому что раньше, как города, там, образовывались вокруг какого-то завода, как правило, да, там, спальные места появлялись вокруг этого завода, там, какая-то инфраструктура, там, магазины, торговые центры, театры и так далее. Сейчас люди, во-первых, деятельность не только связана с материальным производством, заводы вообще выносятся за периметры городов, люди вообще работают дома, доставка работает на них, торговый центр, это тоже вопрос, будут ли они в этом виде, в котором мы знаем их сейчас, тоже интересная тема. А скажи, пожалуйста, как ты видишь роль вообще в городах, в городах будущего, в частности, отелей? Отель – это очень хороший вопрос, я согласен с Владимиром Михайловичем Седовым, что отель – это центр притяжения точно, что отель должен быть, он правильно сказал в Топрограде, что это одно из таких ключевых моментов. поставь сначала отель. Я говорю, нафиг он мне нужен? Я его начал через два года резко ставить, потому что без него такая модель не летает. Поэтому мне бы хотелось то, что отель появился сразу, конечно же, там вопрос, понятно, генплана, инвестирование и всего прочего, но он будет важен, потому что, опять же, правильно было сказано, что отель помогает сгенерить трафик потенциальных жителей, потому что это достаточно страшный вопрос. Слушай, давай перейдем в другой город, и очень многие люди к этому тяжело относятся. Одно дело, когда ты из деревни приезжаешь в Москву, это как бы всегда рост, а такое дело, когда, допустим, мы придумали такую классную маркетинговую компанию, что москвичи захотят переехать в Сибирь, жить в какой-то город. Это какая-то сложная сделка, но люди захотят приехать попробовать, естественно, пожить, посмотреть там неделю-две что-то, посмотреть как-то, свыкнуться с инфраструктурой, то, что значит, как ногами пощупать. И для этого нужен отель, конечно, он нужен. То есть, давай просто проговорим. По сути дела, инфраструктура гостеприимства, отель в частности, это некая воронка входа для будущих возможных горожан, резидентов этого города в город. То есть, знакомство с городом, осматриваемся, влюбляемся, потом, возможно, покупаем, приезжаем раз, два, три, не знаю, там решаем, что надо бы, на самом деле, возможно, там и недвижимость прикупить, и поселиться, и, в общем, становятся резидентами. Так? И связывают свою жизнь или часть своей жизни. Плюс-минус, там просто концепции роста и динамики, понятно, можно, наверное, решить разными способами. Там можно какой-то хаотичный рост, можно сделать какой-то более линейный. Ну, не знаю, там, пример Сочи, там, Сириуса, чего-то еще. Допустим, есть сейчас Сириус-проект в Сочи, насколько я знаю, Сириус сейчас выделяется в отдельные города, ну, в общем, в отдельные административные комплексы полностью. То есть люди, допустим, приехали в Сириус как университет, и, допустим, связывают свое развитие с преподавательской вот этой всей историей, и хотят отозревать этот научный центр. И они могут приехать в Сочи, приехать в Сириус, таки нам нравится это место, приехать на конференцию, и остаться в Сириусе, например, жить, работать и так далее. Поэтому, да, некоторый трафик, но это, мне скажем так, в случае маркетинговый план, это будет уже следующий этап, когда город будет жить, будет там 2-3-5 тысяч, и уже вот такие там люди приехали на конференцию, не знаю, там, VR в медицине, и это может стать триггером их остаться в этом городе, там, посмотрел раз-два, блин, классный город, хочу здесь жить, здесь интересные люди, интересная инфраструктура, здесь есть где развиваться, и люди могут начать переезжать. Но это скорее второй этап, чем первый. Сейчас еще очень популярна тема устойчивого развития, все об этом везде говорят, и это не только на Западе, но и сейчас и у нас становится популярным, как будто бы тема экологии, возобновляемых источников энергии и так далее, тоже будут влиять на городское устройство и в целом находить отражение в городской инфраструктуре, в особенностях строительства. Как ты видишь использование этих тенденций в градостроительстве и в гостиничном бизнесе, в частности? В градостроительности это вынужденная мера, скорее, потому что, ну, условно, любой нормальный город, который будет построен с нуля, в нем вынужден городостроитель использовать умные технологии, умные светофоры, умная канализация, умные кондиционированные, все что угодно, потому что как работает это сейчас? В Новосибирске невозможно всю коммунальную среду поменять за раз, ну, типа, нет физической возможности. А в новом городе ты будешь вынужден потратить на 3-20% больше, это не так дорого, кстати, чтобы, допустим, система канализации работала иначе, и там, не знаю, как-то, естественно, очищалась, ну, там, в общем, есть особенности этого всего. Соответственно, я вот там, ну, из плюсов, то, что начал писать научную работу, я очень много начал читать научных статей, допустим, там, как канализация в Валенсии устроена, как, не знаю, там, в Барселоне устроены там системы ГИБДД, там, все вот это пешеходные автомобили, и там очень много таких прикольных решений, но они такие адресные, разовые, в действующей инфраструктуре. А в новом городе ты можешь все это заложить. Ну, фактически, в Дубае, исходя из того, что там чуть более отстала вот Россия история с технологиями, ну, потому что у нас более цифровое общество, чем там, но они уже очень много чего сделали именно в элементах управления, хоть это и был действующий город. То есть новые районы построены очень многие по этим принципам. Поэтому любой нормальный город, да, если он будет нормально спроектирован умными ребятами, они просто это заложат, и все. То есть это будет работать нормально. Если мы говорим про технологические отели, я в целом люблю историю с тем, что нет ресепшн и всего прочего. Я вот когда был последний раз в туции, мне так не понравилось 7 минут заселяться, что я, наоборот, для себя решил, что концепция отеля без сотрудников, она моя, что мне такое нравится. И я, соответственно, вижу в этом будущее. Я думаю, что какой-то такой технологический отель, где фактически, ну, на текущий момент невозможно автоматизировать только горничную, соответственно, там фактически отель только с горничной, без администратора, без всего. Я думаю, что за этим есть некоторый горизонт будущего. Ну и, соответственно, хотелось бы, наверное, какой-то такой отель видеть, но, опять же, посмотрим, как это будет на практике. Пока что это только такая идея, мечта. А скажите, пожалуйста, знаете ли вы о его мечте построить город, и как относитесь к этой мечте, и вообще к его идеям и стремлениям по развитию холдинга вашего? Значит, ну, давайте опять на два тогда разделим, так сказать. Вообще, я считаю, что у человека великого должны быть великие цели и великая мечта. Я считаю, что построить новый город – это хорошая, большая, серьезная, может быть, даже великая мечта. Поэтому то, что она у Миши есть, я считаю, что это очень хорошо. Вопрос в том, что вот у меня в этом году, так сказать, там, 32 года, как я предпринимательством занимаюсь, я скажу вам, что я так к этой идее отношусь с практической точки зрения. Я понимаю, какие сложности будут на этом пути, как это реализовать непросто. Поэтому это же, ну, у нас столько денег нет, чтобы построить новый город. Значит, соответственно, это должны быть инвесторы, это должно быть участие государства, это должно быть участие в какой-то программе, это должен быть эксперимент, в него должны поверить, в этот эксперимент, должны поверить в Мишу. Поэтому это такой долгий путь, как, знаете, вот у китайцев есть такой путь маленьких шажков. То есть вот они всегда, так сказать, ставят цель вот отсюда до сюда. И вот у них есть маленькие шажки, которые они в промежутке делают и приходят вот к чему-то очень большому. И вот тут как бы я к этому отношусь очень позитивно, прекрасно понимаю, какие трудности на пути реализации этой мечты возникнут. Вот. Но я вам скажу, что сравнивать Мишу 10 лет назад, 5 лет назад и сейчас, это практически бессмысленно. За эти 5 лет он вырос на голову. И я думаю, что к возрасту 35-40 лет он еще значительно вырастет. И я, кстати, надеюсь, что вырастет гораздо выше меня. А в чем, по вашему мнению, заключается наследие вашего бизнеса? То есть какие ключевые элементы, достижения вы хотели бы, чтобы оставались неизменными? При Михаиле в том числе в будущем? Вы знаете, я, наверное, так не хочу. Я на самом деле, опять же, вот за мой жизненный опыт, я убедился, что с годами все меняется. Даже, условно, там система управления бизнес-процессами, вот на моих глазах, она за 32 года, ну, раза 4 кардинально поменялась. Поэтому я не хочу, чтобы было как при мне. Я хочу, чтобы было в духе времени. И чтобы Миша чувствовал пульс этого времени и изменял это под новое время. В завершение. Какие твои личные качества убеждения помогают тебе в работе и в бизнесе? И как они помогают тебе в реализации тех масштабных проектов и планов, которые ты на себе наметил? Я говорил про наши ценности. Это являются моими основными вещами. Я бы не смог их сформулировать, если бы они не были моими. Потому что я люблю заниматься трудоголизмом. Я считаю, что трудоголизм нужно любить. Это тоже такая история. Всегда, когда я писал какие-то научные работы или что-то еще, я просто садился в 10 вечера, вставал в 7 утра, отправлял научную руководитель, ложился спать. То есть я люблю работать. Я люблю администрировать много проектов. Мне интересно заниматься многими проектами. Тут стройка, тут какие-то проекты, какие-то выступления. Мне нравится эта многофункциональность. Наверное, управлять фокусом внимания и тайм-менеджмент – это очень сильные мои стороны. Третья история – я люблю людей. Я люблю о них заботиться, люблю помогать. Я верю, что если ты даешь людям, люди вернут тебе. Даже если косвенная коммуникация, ты с этим получился, тут обратно откуда-то получил. И, соответственно, любознательность. То есть все проекты, которые я занимаюсь, мне интересны. Это, кажется, история про то, что мне это интересно. Я не занимаюсь тем, что мне неинтересно. Ну, а гедонизм, все-таки, счастье, наверное, является ключом в результате жизни каждого человека. Поэтому хочется, чтобы это все воедино давало счастье. Поэтому оно и является таким... У тебя у самого сына сколько ему лет? Три с половиной. Три с половиной. Как бы ты хотел в свое время, когда оно наступит, передавать бизнес в дальнейшем, в следующем. Я боюсь, что ты отвечаешь на этот вопрос. Я уверен, что когда пройдет 10 лет, ему будет уже 14, и, соответственно, я буду принимать эти решения, будет уже, во-первых, все по-другому. И то, что я сейчас отвечу, оно точно не будет актуально. Но абсолютно уверен, что вот те три истины, которые я говорил о том, что сын должен... Я должен верить в сына. Я уже в сына верю. Он очень умный, смышленый парень. Я надеюсь, что у него будет ко мне доверие. И третье, это ему будет интересно, то, чем мы занимаемся. Вот это влюбить в профессию, объяснить, как оно работает, оно все будет работать. А после этого, я считаю, что после этого вопрос только навыков, поддержки, ну и, собственно, возможности ребенку самореализоваться, как это было у меня с историей с этой корпоративной войной. Или, как с этальером, двухлетняя эта история, она как бы позволила мне стать тем, кем я являюсь. Если бы этого не было, очевидно бы, что бы я не работал в семейном бизнесе, делал бы что-то свое. так что я бы организовал вот эти три процесса, дальше бы смотрел бы на ребенка, как он это видит и, ну, подсказывал, помогал исходить с того, что мы будем дать. Поживем, увидим. Поживем, да. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok